Здравствуйте, дорогие друзья! Я так думаю, меня слышно. Сейчас я на время включу чат, и вы, пожалуйста, значит, если вы меня слышите, поставьте там плюсик, ну, плюсик кто-нибудь, несколько человек поставьте, я пойму, что меня слышно и видно, да, соответственно. Вот. И я, собственно, начну. Вы слышали отрывок, да, мы его поставили из моего одного выступления. Я для телевидения, РЕН-ТВ или там другой какой канал, там доверие, я не помню. Снимали, это, к сожалению, не показали, как всегда, вот то самое прородное, любимое всем молоко, так сказать, не досмотрели вы его сейчас, ну, досмотрите, вижу, плюсики пошли, все, доскажу про молоко. Но досмотрите, если будет интересно позже, найдете там в сети, либо в Ютубе, либо у меня в блоге, кому будет интересно. Я там объясняю до конца еще остальные факторы неестественности и проблемности потребления молока. Ну, просто решили поставить, потому что людей было очень мало, и я предложил поставить, значит, вот такой ролик пока. Я имею в виду, вот, вас в онлайн, мало зрителей очень. Что-то совсем теряется, я смотрю, интерес у людей. Знаю, конечно, по каким причинам, скорее всего, но жаль, что к здоровью. Конечно, это связано конференцией, сейчас много авторов, этих людей, кто разные вещи говорит с экрана интернета, скажем, веб-камеры тоже очень много. И люди, конечно, во многих разочаровались, но в связи с этим совсем. Как это было, например, там, с тем же, я не знаю, там, Гербалаевым, там, Цептором, там, и так далее, у всех сразу, а, там, очередной вебинар или что-то такое. Ну, видимо, вот с этим связано. Жаль. Я, конечно, просто, видите, не имею возможности на маленькую аудиторию, сто там человек и так далее, вот, читать, говорить лекции, беседовать. Потому что, если бы вы знали, чем я и сколькими вещами занимаюсь, то мое время очень дорого, к сожалению, и вот его почти нет просто само по себе, моего времени. Ну, да ладно, я обещал организаторам, и, собственно, вот придется мне мои обязанности сделать. Ну, а то, что я делаю, я делаю качественно. Поэтому настройтесь на очень серьезную информацию, коли вы проявили интерес к этой теме. Жаль, что сейчас на экраны ее не вывести. Так, а мне нужны, сейчас я придумаю, как это сделать, тезисы. То есть были тезисы определенные, сейчас я их перед собой открою. А, вот уже открыл. О чем пойдет речь? Ну, тема сегодняшняя наша, вообще, долголетие на Руси. То есть былое, нынешнее. И тут очень важно сопоставить и понять, собственно говоря, а долго ли жили на Руси вообще наши предки? Если жили, то да, откуда тогда взялись такие вот небылицы, ну, которые у каждого почему-то на слуху, в подсознании, что, мол, да жили там 30-40 лет раньше вообще, мол, то есть, мол, вроде еще сейчас ничего. Не для того ли это делается, что, мол, вот 60 лет, там, какой 60? У мужчин уже там 50, по-моему, 4, сколько, средняя продолжительность. Но так, чтобы это оправдать, самый лучший вариант подсунуть в сознание людей, что, ну, так раньше вообще 30-40 лет, чего ж тут, ну, так вот, да, в Японии, конечно, но другой уровень жизни там, так сказать, или еще что-то придумать. А вот в чем эти причины объективные, что в Японии, например, столько живут там дольше? Они ведь всегда есть, понимаете, ничего нет случайного. Никогда не говорите такие глупости, я повторяю с другими людьми, что, мол, вот, там, дело-случай, или все там в экологии. Или еще вот прямо, знаете, как с плеча рубят. Все, вот, причина одна. Глупости, причин много, но они есть всегда, вот это правда. И человек не умирает от старости. Это тоже важно понять. Но у него нет такой болезни. От болезни человек умирает, а от болезни. Мы об этом сегодня как раз поговорим. Ну, вот есть эти некие тезисы. Скорее всего, вы их получали в рассылке. Я же, глядя на них одним глазом, что называется, ну, с плана, дабы не сбиться, буду как раз про это, про все вам сегодня рассказывать. И важно это понять все для чего. Ну, если вы хотите прожить по возможности дольше, то есть, чтобы шансов было больше, качество жизни, чтобы было лучше, чтобы нужно, во-первых, понять. Человек, когда знает, ну, вообще, знание – сила, пословица, да, когда человек знает, он уже может что-то сделать, да, если будет его воля на то. Сила воли. Для чего, почему? И вообще это не самоцель, конечно же. Долгая жизнь. Сама по себе. Ну, для кого-то может и так. А какая? И кто из людей все-таки хочет прожить дольше? Ну, во-первых, да, конечно, те, кто имеет там высокое благосостояние, люди, вы знаете, сейчас состоятельно заботятся очень серьезно о своем здоровье, чтобы, ну, для них эта жизнь, в которой они живут, кажется счастливой, хотя далеко не так, если честно, в глаза себе взглянуть. Ну, не у всех, то есть не в деньгах счастья, это я точно вам говорю, да. Знаю, и сам не бедный человек, но, так сказать, это в этом естественно нет. А тем более русский, тем более человек всегда высшую цель какую-то искал, смысл. Поэтому всегда в основе всего стоит идеология и концепция, по которой та или иная идеология в массы сбрасывается, и на основании которого люди живут, думая, что в этом цель, смысл жизни. Будет интересно, я об этом пока поговорю, то есть мы поговорим, я расскажу. Собственно, давайте теперь о структуре нашего сегодняшнего взаимоотношения, встречи. Мы договоримся, давайте с вами так, я сейчас начну саму лекцию. Вы пока вопросы не задавайте, потому что смысла нет, я чат не буду смотреть, дабы не отвлекаться. А в конце нашей встречи, во второй половине нашей встречи, я буду смотреть на ваши вопросы, и если они будут, я думаю, будут, я буду на них отвечать. Вы же пока, я советую, фиксируйте на бумаге кратко себе то, что вы хотели бы спросить, потому что по ходу моего разговора, рассказа, вы, наверное, какой-то вопрос отпадет, какие-то новые возникнут. И вот тогда-то можно будет сформулировать и задать. Ну, а теперь давайте так, я, значит, так, сейчас посмотрю, открою, чтобы у меня все было удобно перед глазами, все, что надо было. Буквально секундочку, буквально я все свои пометки, о чем хотел я сказать, перед собой поставлю, ну, чтобы не забыть. Так, чтобы не забыть. Ну, и давайте, пожалуй, начнем тогда с вот чего. А какая была же у нас вообще продолжительность жизни на Руси, старые времена? Ну, и возьмем точку отчета примерно, условно, конечно, до революции 1917 года. Да, потому что коренным образом изменился тогда образ жизни, быт, серьезные стрессовые ситуации, сами понимаете, и Первая мировая, и потом гражданская, и так далее, и так далее, несколько революций. То есть, собственно говоря, потрясение для всех людей, для села очень большое было. Ну, безусловно, возьмем вот эту точку. И тогда я вам скажу так. Вообще здесь очень важно для анализа, а я лично, например, когда что-то там читаю, я хочу того или нет, анализирую автоматически что-то интересующее меня, да, конечно, запоминаю, сопоставляю и провожу аналогии. Знаете, меня поражает, может быть, вы сегодня тоже в процессе нашей встречи поймете такое, мое такое наблюдение, да, и сами того, наверное, наблюдали когда-то такое, что, например, вот мы читаем и не понимаем очень важные вещи, не замечаем. А вот когда акцентируешь на этом внимание, ну, кто читал те или иные произведения, например, вспоминают, а да, действительно, вроде такое было, ну, кто-то даже не вспомнит. Ну, а что тогда вообще важное вы вынесли из книг, если я не только говорю тема вот долголетия и прочее, я говорю, это же жизнь, основополагающие вещи, причем неважно, художественная, документальная, литература, там очень много интересных вещей, и вот сейчас мы об этом в том числе поговорим. Но давайте в доказательство того, что на Руси жили долго, я приведу некоторые факты. И давайте начнем с того, что все вы знаете Карамзина, да, и это история государства российского. В угоду Романовым он писал историю, конечно, далеко не всю, как она была на самом деле, многое придумал, но тем не менее, относительно нашей темы, даже не представляя то, что через там 200 лет, да даже раньше, то, что он говорил относительно продолжительности жизни, ну, посчитают за фантастикой, не поверят, потому что же мы все верим, что 30-40 лет жили вообще раньше, да. Так вот, он писал, прям, значит, что для наших предков столетний возраст был обычным, настолько обычным, что у славян столетие называлось веком, это прям дословная цитата, то есть жизнью человеческой. Так вот, но дело в том, что ладно бы только он, а вот возьмем, например, 1606 год, и была такая книга опубликована «Состояние российской державы». Кто ее написал? А написал ее такой некий капитан Марджерт, а это он поступил на службу к Борису Годунову еще, и вот в этой своей книге он писал, помимо прочего, что многие русские, писал он, доживают до 90, 100 и 120 лет, и только в старости знакомы с болезнями, за исключением, а что разумеется, потому что умирают люди от болезни, а не от старости, за исключением царя, вот запомните этот очень важный акцент, за исключением царя и главных вельмож, никто не признает лекарств, и акцент не только на лекарства сделайте, а царя и вельмож. Почему именно так? Вот вы пока подумайте, а мы к этой теме сегодня не раз коснемся, насчет, и кто-то же из вас скажет, ну как же так? Вот, мол, классики описывают, дворяне, того же Пушкина вспомнят, насчет, мол, вот старик 35 или 40 лет, да, вы можете так сказать сразу, потому что у каждого эти в подсознании, ну как бы постулаты, вот так же, как по молоку, вот это что полезно, кальций, а как же белок в молоке в легкоусвоемой форме и прочее, что плетут, сами того не понимая врачи, ну вот, кто ролик смотрел вначале, вот, понимаете, мы все с вами прокатились через вот эту матрицу стереотипов, догм таких вот, которые заучили, зазубрили со школьной скамьи, и мы в это верим не потому, что поняли, не потому, что осознали, а потому что так привыкли, так нам удобно, так мы хотим верить, или просто незадумываемся, повторяя эти глупости. А глупости очень легко на раз-два разбиваются, когда начинаешь об этом говорить и объективно, разумно мыслить. Ну вот давайте и мы будем мыслить. Итак, давайте вспомним того же Пушкина тогда, да? И тогда давайте вспомним о встрече его со 160-летним казаком, которая произошла в степях Оренбуржия, да? Так вот, это было, кстати, он лично был участником восстания Степана Разина, то есть мы говорим сейчас не о восстании Емельяна Пугачева, ну, условно, по официальной истории будем это называть тогда, которое произошло примерно за 40 лет до встречи с Пушкиным, а за 140 лет до того, да? Ну вот он бы участником был, ему было за 160. Ну, казалось бы, что-то не то, да? Может быть, Пушкин ошибся или что-то не так, или, так сказать, он казак наврал, но ведь документов не было, не показывал. Ну, давайте дальше рассуждать, говорить. Вот можете в Александр-Невскую лавру, кто, так сказать, в Петербурге взглянуть там, походить в могилы посмотреть, ну, почему бы нет? Вот, например, монах-молчальник такой, Патер Муфи такой был, умер на 126 году жизни. Или давайте возьмем могилу Инны Каврама, прожившего 115 лет. Ну, и, так сказать, даже среди дворянского сословия, конечно, были исключения. Кстати, их было очень мало, но они были. Но почему среди дворянского сословия исключения? Ну, давайте я сразу скажу. Как бы мы можем и шире потом эту тему развить, но пока достаточно того, что я скажу, что, конечно, классики описывали, как бы стариков. А каковы образ жизни они вели, эти люди? Вот дворянское сословие. Балы, фуршеты, шампанское, фуагра. То есть питание неестественное, алкоголь. Ночью не спали, а фигней занимались какой-то там. Танцами крутились, показывали себя, выпендривались в корсетах, обтянутых так, что еще Радищев, о чем говорил о бледных там полумертвых, так сказать, дворянках. Вы до чего себя доводите, и вам фору вот эта босоногая диригентская девочка даст там такого же возраста, там, так сказать, пышущая здоровьем и так далее, в разы. То есть неправильный образ жизни, неадекватный, ненормальный, приводил к естественным следствиям таких извращений законов природы и нормального образа жизни, как к очень-очень-очень ранней смерти и болезням ранним. Посему среди большинства дворян, да, так и было. Ну, были исключения? Да. Например, ну, кстати, опять-таки, эти исключения объективные. Давайте рассмотрим парочку, например. Ну, вот, например, значит, известный такой Елизаветинский, Екатерининский герой еще, да, так сказать, времен. Он скончался, сейчас я вам скажу, кто это, на 107 году жизни. Это Щедловский некий такой. Его сослали в Сибирь. Сослал еще Потемкин из ревности. Ну, и вот он отсидел и умер в тюрьме. Да, он умер в тюрьме, жил, то есть, на скудной пище, на, так сказать, лишениях определенных, тем не менее, на 107 году жизни. А вот второй вам пример. То есть, первый мы видим низкокалорийную, очень иногда и голодом морили, в общем, с малым потреблением пищи, низкокалорийное питание человека, дворянина, несмотря на то, что он, собственно, только поэтому и прожил столько лет. А вот вам, кстати, обратите внимание на блокадниц там, вот бабушек еще живы, Ленинграды. Но тех, которые после блокады выжили в ней, они сохранили вот очень экономный тип питания. То есть, ели мало, почти не ели. Вот такие сейчас еще есть и 95, и 100, и больше лет подтянутые, сухенькие. Одна такая вот недавно, ну, мне рассказывали, как лет 8 назад там переехала вот в Нелизовский район Тверской области, и вот там мне рассказывали, как она, за грибами, 96 лет она там, ну, пошла, раз медведя увидела, на дерево забралась, ну, там день, что ли, или два посидела, там пошла все нормально. То есть, ну, здоровый человек, в принципе, понятно. То есть, но те люди, я подчеркиваю, кто сохранил, вот потому что есть фактор низкокалорийного питания, а не так, как мы едим ради наслаждения. Это тоже фактор, который приводит к продлению жизни при равных прочих, конечно, фактор. Но давайте второй пример, который я обещал. Возьмем, например, вот, скажем, Мельников-Печерский, такой автор, который в лесах и на горах, да, вот, он описывал, ну, дореволюционный, кстати, по нему фильм даже сняли, многосерийный. Вот он описывал одну помещицу. Ну, в фильме это, конечно, не показали. Я его смотрел тоже. А в книге есть, вот у меня дореволюционное издание есть, он помещицу описывал на 114 году жизни. А почему она на 114, ну, неизвестно, сколько она прожила, но она жила, была нормальным человеком, обычным, ну, в плане относительно здоровым, в 114 лет, да? Да дело в том, что она по балам-то не шлялась, а она жила жизнь у крестьян в основном. Но в умении своем, там, в глуши, понимаете? То есть она убрала плюс к ней, чистая, естественно, как и для всех тогда экологическая, как сейчас говорит, атмосфера, обстановка, изумительные продукты питания, кстати, не доставленные в город, когда-то сколько-то полежавшие, а прямо с грядок. Ну, и прочие факторы. То есть они обязательно есть. Анализируя вообще жизнь долгожителей, а я в скором времени, ну, будет у меня такой проект, начнется канал, может быть, отдельный даже на Ютубе, не знаю пока, но вот по как бы долголетию долгожителей, где я буду не просто, ну, так сказать, как вот, знаете, выпустили по какому-то кабельному, или не по, ну, вот по «Моя планета», или там, ну, в общем, по какому-то каналу, типа вот такую передачу с анализом о почему вот долго люди живут по разным странам мира, и у нас в стране МГУ, ребята там молодые аспиранты, и кто там закончил, биологи, ездят, и вот там вопрос на память, самый главный показатель на память, так сказать, долгожительства. Ну вот, ну и тогда, и я вижу, какие вопросы вообще они не, они не могут в этом разобраться, свои задавая, там, примитивные 10, там, вопросов изучая, ну, они же спрашивают о человеке, но что спрашивать? Ну, так не разберешь, потому что нужно учитывать факторы, которые им в голову не приходят, им, к сожалению, и в силу той же зацикленности, что они представить не могут, что есть, и что могут быть причины те или иные очень серьезные. Ну да ладно, идем как бы с вами дальше, да? Вот, ну, ну, а что еще интересного можно сказать? Ну, я вам несколько факторов еще приведу, перейдем дальше с вами, чтобы уже у вас такая сложилась серьезное представление, ну, понимаете, ну, давайте вот возьмем даже Ивана Поддубного, да? Знаете, наш силач, кстати, который был вегетарианцем, а на Руси вообще очень много было веганов и, так сказать, там, и, кстати, до революции было сыроедов и фруктоедов, несколько там сотен кружков клубов, представляешь, и книги выпускали, да, и помещики даже были, которые вот выпускали книги там, просто очень много все это было, конечно, не дожило до наших дней, но кое-что я у себя в блоге даже выкладываю, то есть что-то там и дожило. Ну да хорошо, так вот, дед Ивана Поддубного прожил, знаете, сколько? 120 лет. Это говоря, а есть сейчас из официальных вот долгожителей, ну, может быть, там один человек вроде, или 119 сейчас самые старые, как бы официально, а вот понимаете, в каждом практически селе раньше, ну, практически в каждом, были люди за 110, 120 лет, и о чем это говорит? А сейчас во всем мире, может быть, один-два человека, да? Так вот, давайте об этом лучше подумаем, и когда нам говорят такие глупости? А есть ли точная статистика? Вели ли тогда учет? Послушайте, нафиг она нужна, какая-то статистика? Если, нет, ну да, она нужна, чтобы абсолютно точной вылиться, а чтобы понять тенденции, чтобы понять параметры, как бы сопоставить, для этого не нужна точная, для этого нужны иные факты для любого разумного человека, вот такие, как про дедушку Ивана Поддубного. Давайте возьмем, я тоже часто про него говорю, скульптора, известного нашего советского, и русского до того, да, Каненкова. Он же ведь, ну он-то умер, ладно, там, 94-95, это немного, а дед его-то, один из дедов прожил 110, но вы понимаете, что это уже немножко, так сказать, должно что-то поколебать в душе и в мозгах? Ну давайте дальше посмотрим. Значит, теперь, такую вещь вам скажу, вот в 904-м году в газете, по-моему, да, это Горинского уезда, а газета, то есть Тифлийский вестник, ну в общем, там поздравляли Осетинку, Тенсе Абалову, со 180-летним, там писали, 180 лет от роду, да, которая писали, цитирую дословно, настолько бодра, что сама справляется с домашней работой, а зрение позволяет ей даже шить. Ну то есть она родилась еще при Петре Первом, то есть в 724-м году. Вот, и это было нормально, никто этому не удивлялся. Я уж не говорю, кстати, о том, что когда было 1912 год, а что тогда справляли 100 лет Бородинскому сражению? Так вот, к Николаю Второму и царевичу Алексею, и другим царским родственникам подвели, ну как бы показали, а еще медали вручали им, вторично отпечатали за вот победу 100 лет спустя. Вы представляете? Отпечатали медали. Но об этом я вам позже еще расскажу. И вообще, что это значит, этот факт? Только не кого-то награждать, кто к этому никакого отношения имеет, а для живых участников Бородинского сражения. Так вот, к нему привели только из казаков, там на самом деле было больше человек, но перед ним, просто у меня видеокадры, видеохроники есть там, шесть человек было, точно. Например, это те, кто 100 лет назад воевал, не родился. Например, 139-летний Родион Медведев, например. Я вам могу там и другие имена, так сказать, привести. Ну, давайте это сделаю попозже. Причем, некоторые были прямо из ближайших сел. Приехало много, а многие, большинство, ну, там, не приехали по тем или иным причинам. Причем, если посмотреть кадры, это не привели на коляске, так сказать, и на носилках, а это просто такие, ну, как былинные, седовласые старцы, такие, которые пришли, там, вообще без палочек даже, я там и не видел, ну, может, одного, может быть, значит, ну, в целом, вот, без, и кланились там в поезды земли, как это раньше заведено, ну, все при Екатерине II родились, вот так вот. Так, хорошо, значит, и я сегодня коснусь еще обязательно темы Бородинского сражения, юбилея, и это для более глубокого анализа, ой, как поможет. И, кстати, к тому еще, что смотрим в книгу, видим фигу. Мы смотрим, читаем только для развлечения, что ли? Ну, надо же читать еще для анализа, для того, чтобы из этого унести что-то важное для жизни, ну, а не просто как, так сказать, времяпрепровождение. Это убить время называется, так нельзя. В том числе книги читать любого содержания. Вот. Это преступно по отношению к себе, к развитию, к разуму своему. так нельзя. Теперь, что касается, да, конечно, мы можем взять еще регион, там, Азербайджан, один есть интересный такой, ну, там несколько таких регионов, но особенно, Лирикский район, вот там очень большое количество долгожителей. У меня, кстати, была такая домоработница, тоже из Азербайджана, она вот нормальная, очень прям женщина, и вот она говорит, да, там, говорит, просто у нас, так, 150, ну, что там далеко ходить? достаточно то, что я вам просто вот скажу, что, например, там, ну, например, Ширали, там, муслимов, там, Мухаммед какой-нибудь, там, Айвазов, кстати, вот, который из этого рейнерского района, Азербайджан, он 148 прожил, например, кстати, Ширали, да, он 168 прожил, кстати, ведь в качестве стопроцентного подтверждения данного факта была советская марка почтовая выпущенная с именно именным, вот, ликовым, так сказать, изображением вот этого Ширли Муслимова, которому было, ну, тогда, по-моему, 160, я точно не помню, или 165, вот, марка к юбилею вышла, а прожил 168, вот, про него известно, там, доподлинно очень многое, да, у него было, там, 13 сыновей, 10 дочерей, 106 внуков, правнуков, там, и праправнуков, вот, ну, и так, там есть объективные на то причины, объективные, определенное содержание ценных микроэлементов в идеальной дозе, там, классической, там, пропорции, как теоретические ученые высчитывают отношение, там, магния к кальцию, там, фосфор к кальцию и так далее, в зелени, которых в огромное количество зелени, на этих уникальных, именно, тех почвах, то есть, они уникальные, либо лесовые, так называемые террасы, когда горные породы разрушаются, микропыль вот эта вот, минеральная, она прям ветром заносится на какой-то, скажем, склон, горизонт, и поэтому продукты, выращенные на такой почве, это обладают, то есть, они в себе содержат все необходимые микроэлементы. Теперь, не только макро, но и микроэлементы, литий, кремний, там, и прочие необходимые. Современная почва этим почти лишена, то есть, то, что в табличках мы смотрим по продуктам содержания, это можете забыть, это теоретически, это было 80 лет назад, а каждые 10 лет, например, проверяют, ну, скажем, там, один и тот же район, место, есть такие исследования, например, морковь, тут свекла, там, другие культуры, и смотрят, содержание реальное, 20-й год, столько, 40-й, 60-й, 80-й, а там, и в 5 раз меньше, в 10, в 20 и так далее. А это, извините меня, не аминокислоты или белки, про которые с ума сходят мне учи врачи и там, диетологи, они-то как раз все заменимы, потому что белок вообще-то нельзя получить, его можно синтезировать, а то, что мы с пищей получаем, он все равно, хотите вы того или нет, растительный ли это белок, животный, он должен разобраться в нашем организме, в желудке, в 12-ти перстной кишке до аминокислот, а вот уже эти аминокислоты, попадая в каждую клеточку нашего организма, в такой, ну как называется, органеллу, которая называется рибосома, там происходит сборка белка, процесс мы в школе каждый из вас изучал, называется биосинтез белка, о чем вообще это, вы хоть вдумайтесь, о том, что белок нам вообще не нужен, да, нам просто этого не говорили, но вы сами подумайте, если происходит в каждой клетке сборка белка, и каждый может проверить, открыв школьный, не институтский там учебник, а что это значит, из чего он собирается, из аминокислот, вопрос, если в каждой клетке, для нужд каждой нашей клетки, а значит ткани, органа нашего, любой системы, белки синтезируют сам организм, из чего, из аминокислот, разумеется, еще ферментов, там прочее, из соструктурных элементов, то есть составных, вот этой белковой молекулы, когда это кирпичик, кирпичной стены, да, если кирпичная стена белок, то вот кирпич, отдельные аминокислоты, а их там комбинации определенные и в больших количествах, так вот, их 26 всего, 8 незаменимых, так вот, незаменимость, это идиотизм, конечно, если в любой растительной пище есть там, например, там из 26, 22, 23, 7 из 8 незаменимых, 5, ну, съешьте 2-3 растения, и вы даже так получите уже все любимые, так, врачами и диетологами незаменимые аминокислоты, а нафига нам нужны белки, спрашивается, вот для чего нам, они все равно будут разбираться, но на разборку тратятся энергии, а разберутся ли высокомолекулярные животные белки, нет, до конца они не разберутся, и цельными всасываясь в тонкий кишечник, если цельная белковая молекула, она вызывает реакцию антигена, антитела со всеми причинно-следственными, как говорится, связями и последствиями, а именно образование ядов, таких как путрисына, кадаверин, кадавер, вот в переводе с латыни это труп, трупный яд образуется, потому что природа не предусмотрела для нас такого вида питания, тем более термически обработанной донатурированной пищей, когда при термообработке уже в 70 градусов происходит полная и необратимая донатурация белков, то есть разрушение структуры, которая называется уже необратимой, она не может восполниться, и ДНК плавится, и что вы хотите, а при 70, например, уже минералы все переходят в водонерастворимую, то есть ионная структура, особая вот эта вот органическая форма существования минерала разрушается, и такие микро- и макроэлементы уже не могут усвоиться в организме человека. Раньше люди питались совсем по-другому, раньше наши дедушки, еще бабушки, и прабабушки тем более знали, что такое репа, турнепс, выращивали, ели, а детьми, будучи когда там сто лет назад или восемьдесят, или когда, извините меня, он с огорода, репа, и так далее, а почитайте того же классика нашего, например, Шмелева, что там говорит его дядька, который учил, там был у отца его управляющим главным, он говорил, а для русского мужика простого самая еда, квашеная капуста, которую всю зиму там ели, там по несколько раз в день и так далее, простую пищу ели и полезную, квашеная капуста штука неплохая, ферментированная естественным путем, она термически необработана, очень легко в усвоенной форме калия и кальций и так далее. Понимаете, это просто вот наше невежество страшное, в которое мы погрузились, наша святая вера в то, что мы любим есть, а не то, что мы, так сказать, хотим понять, но ведь это то, что мы любим, это не значит, но некоторые говорят, все полезно, что в рот полезно, ну и получают следствие таких извращений законов природы. Полезть-то может что угодно, вон кому-то алкоголь лезет, табачище в рот запихивают, втягивают в легкие. Это тоже кому-то лезет. Это нормально? Это, по-моему, вообще маразм. Кто-то колется уже, кто-то скажет, ну как можно сравнивать такое, ну а как можно вообще труп животного в рот класть? Это вот Платона, Сократа, почитайте там, что они говорили на эту тему, ведь очень много, кстати, все были веганами и сыроедами. Почитайте, что они говорили. Как вообще можно осквернять свой рот, так сказать, крови убитого. Ну то есть там такие идут моральные, высокие, помимо, кстати, о вреде физическом, о духовном. Я уж не говорю про Льва Николаевича Толстого, кстати, первая ступень, почитайте обязательно. Это любой нормальный человек после этого в рот не возьмет никакой кусок там убитого животного. Но было бы еще полезно, так обманываем себя, мол, полезно, хоть один аргумент приведите, ни один врач и академик еще не мог привести. И мне пишут после моих лекций, которые посвящены адекватному питанию, вот этих аргументов, а я-то аргументирую строго, научно, точно. И, кстати, очень многие честные, нормальные и здравомыслящие ученые мира, такие как Вальтер Вайс, профессор Кэмпбелл, там очень многие другие, их у меня в блоге, пожалуйста, смотрите, там десятки выдающихся ученых, которые были сами там мясоеды, высмеяли вегетарианцев, они поняли, они пришли к этому. Кто-то там 40-50 лет, кто-то позже, ну, кто пришел раньше, живет сейчас дольше, есть и столетние, есть и качество жизни, главное, совсем иное. А это очень важно. Ну, да ладно, я отвлекся, хотя по теме, да, давайте, как говорится, дальше пойдем. Ну, вот, значит, понятно, с нашими товарищами с Кавказа действительно все это слышали, правда, знаете, такие любители застолья начинают сразу, как в 60-е годы у нас какую-то теорию культурного питья, когда спаивают, молодежь стали, да, придумки всякие пошлые насчет алкоголя там и так далее. А то же самое про еду. И вот все эти там шашлык туда-сюда, там, вы понимаете, конечно, кто-то из них ел, но вот изучая этот вопрос, чем больше, вот сейчас недавно умер один, не помню его имя, фамилию, 123 года, вот он говорил четко, лично я слышал от него, значит, вот он то ли Абхазия, то ли Азербайджан, ну, в общем, Дагестан, по-моему, в общем, 123 года, он говорит, я больше 70 лет мяса, не грамм, ну, про алкоголь, табак, это там вообще речи нет, это есть, мясо не ест, естественно. Ну, понимаете, да, исключения могут быть, но только тогда, когда есть другие факторы, которые очень сильно продлевают жизнь на виду с теми факторами, которые их сокращают, разумеется, алкоголь, табак, наркотики, мясо, сильно сокращает продолжительность жизни, но если этот регион, где живет человек, там вода уникальная, которая обладает физико-химическими свойствами, активной воды, которая в десятки, а может быть, даже в сотни раз, может легче и быстрее проникнуть в клетку, ну, например, такой параметр, как коэффициент поверхностного натяжения, близкое к 41 на квадратный сантиметр, а не 80, как из-под крана льется, это в десятки раз активнее вода, так вот тогда, конечно, человек лет на 20 автоматически проживет дольше, безусловно, то есть, а люди думают, говорят, ерунду всякую начинают, значит, вот пример, о, прожил 90 лет, все, пил, курил, и я, так сказать, проживу, да ты не проживешь и 40, может, если ты в 15 начал, сейчас, потому что десятки других факторов добавились, которые будут тебя убивать, потому что раньше другая, по меньшей мере, экология была, пища, все-таки продукты содержали больше полезных компонентов в плане минералов, витаминов, которые действительно, кстати, в отличие от белков, являются незаменимыми, потому что минералы, мы, извините, либо получим с пищей, либо нет, синтезировать, преобразовать мы их не сможем, получим, нет, а белки можно и синтезировать, та же наша кишечная микрофлора, патогенная нет, а вот симбиотическая синтезирует в больших количествах в результате своей жизнедеятельности, перерабатывая живую, подчеркиваю, только живую растительную клетчатку, кто это ест, конечно, они синтезируют аминокислоты и витамины все, включая незаменимые, так устроены не только люди, так устроены, начиная от муравья до высших млекопитающих, у всех, ну, у хищников по-другому, они перерабатывают, и то не могут без ферментов съеденного кишечника своей жертвой и переваренную, полупереваренную растительную массу первым делом не едят, поэтому давайте уходить от этих идиотских заблуждений, себе это мы только хуже делаем, можно, конечно, там хорохориться, в грудь себя бить, там строить из себя каких-то охотников брутальных с копьем, только почему-то оно действительно не растет у нас ни из ноги, ни из задницы, ни из других мест, а придумывать там можно что угодно, кому будет от этого лучше? Ну, никому. Так, давайте посмотрим, скажем, конечно, я, пожалуй, не буду касаться других стран, я единственное скажу про одного очень интересного китайского долгожителя, а только лишь потому о нем я скажу, что, ну, как бы это вам сказать, уж больно о нем проверена информация, а чем она проверена? Дело в том, что документы от китайских императоров выданы, ну, тут извините меня, это точно. Выдали этому человеку первый, так сказать, документ, когда им было 150, второй, когда им было 200, и третий, когда им было 250. Человек этот, ну, о нем можно, вообще мой один товарищ, он ученик одного профессора, он востоковед, он знает все диалекты китайского, он именно на этом специализирует, несколько человек в мире такого уровня знаний, и вот он перевел книгу, известную, китайскую, известную там среди своих там ученых, на русский, она была, ну, в общем, ее не достать сейчас в любом случае, она малым тиражом, вот, про вот этого человека, то есть, а там подробный анализ, ну, и вот ему 256 лет он умер, или как-то там, его не помню сейчас, как его зовут, ну, в общем, не важно. Вот, давайте теперь вот что, я сейчас пойду, потому что коснемся мы конкретных примеров, их же тысячи, я просто не считаюсь нужным только этим заниматься, поэтому, а давайте рассмотрим, откуда взялась вот эта статистика о 30-40-х годах, ведь правда это очень важно понять, ну, а это все очень просто, я вам приведу аналогичный пример, а потом прямо поясню, как, ну, тут, эта статистика, с одной стороны, абсолютно правильная, с другой, ложная, ложная потому, что нам ее очень однобоко преподнесли, так что у нас осталось в голове только одно, что вот жили 30-40 лет, нет, это средняя продолжительность жизни была 30-40 лет, а жили 100-120-150 лет, а как же так, да очень просто, так же, как про алкоголь, когда нам брали, что сухой закон, тот, который действительно не антиалкогольный, постановление 85-го года, а 14-го года, когда на период мобилизации к Первой мировой войне, полностью все губернаторы, причем решили, независимо от императора, он дал, так сказать, на волю каждому губернатору решить это, и все, как русские люди, патриоты, они действительно, так сказать, настоящий, решили, что да, сухой закон вводим на время мобилизации, чтобы порядок, чтобы, так сказать, и так далее, и вот потом петицию подали крестьяне, даже, когда увидели, как в деревне стало все меняться, преступность бытовая на ноль сошла, производительность труда увеличилась, просто жизнь пошла лучше, даже в условиях войны, и тогда попросила крестьянская фракция, крестьян-депутат Госдумы, продлить на вечные времена сухой закон. Вот, кстати, какое было самосознание русского народа. Я, кстати, извините, отвлекусь, пару слов еще скажу, а в 1859-1861 году по всей России антиалкогольные бунты прошли за то, что детей стали спаивать, проклятые корчевы кабаки вакрывали, и, так сказать, всякими методами, а методы у них давно известно, завлекать легко, и это же наркотик, только начни пить, сопьешься, поэтому спиваются миллионы, ну вот начали спиваться, ну жили там, деды-прадеды в одном доме, морду набили, и, так сказать, поучили по-свойски, что, мол, ты, сволочь, делаешь хозяйство, рушишь, так сказать, не дадим этого сделать. Тогда сжигали кабаки, тоже мало, я одна, даже преподаватель в МГУ, историк, она мне сказала, я ей это рассказывал, говорит, не может такого быть, а потом стала изучать, там, поднимать в архивах, она говорит, точно, позвонил он мне специально, говорит, абсолютно, так вы правильно говорите, так и было. Ну вот, кстати, очень много сослали тысяч там, крестьян в Сибирь тогда, за эти бунты, и это, справились с этим, было высокое осознание русского народа, очень высокое, когда они оторвали от корней, от традиции, вот я вам говорю про тех же, дедушку Иван, жили-то как все, по 110, 120, везде, ну я вам таких примеров, кстати, вот в Нелидовске тот же район, где вот заповедник, мы там, Тверской области, серьезную работу разную проводим, там, и как бы у меня там дела есть определенные, так вот, там вот прям в несколько деревень рядом, вот, например, брали интервью одного долгожителя, ему сейчас уже 103, но было 98, он стихи до сих пор пишет, прекрасные, разумеется, не алкоголь и ничего, он, так сказать, вот рассказывал по этому поводу, да, очень тоже хорошо, на тему вот эту алкогольную, на тему, так сказать, и какие люди были на Руси, и сколько жили, и, так сказать, какой силой обладали, да, почитайте Гелеровского, мои скитания, где те богатыри, которые, так сказать, там, кули пшена или соли, там, были по 12 пудов, да, кули с соли, брали подво, это почти 200 килограмм, каждый мешок, то есть, соответственно, 400 и по трапу сбегал человек, да, ну, это несколько таких было, там, сверхсилачей, так сейчас, ну, это никто не сделает, даже самые, вот эти, кто, самые люди сильные мира, типа, еле-еле на пузатый живот камень, 120 килограмм, и там пытается его, там, переложить, там, на какое-то полено, да, там, стоящее торцом, ну, извините меня, это, тот бы взял это и просто кинул бы его на какое-то расстояние, таких было бы, ну, куда ушло это бы, не было, ну, подковы это каждый сгибал, в принципе, ну, а сильных не было, а потому что сильный тогда считался и другой, вот, лошадь в болоте провалилась, в той же рядом деревне, под нее доски подложили, один залез, и вот так вырвал ее из болота на плечи, пошел метров 20, поставил, пока дорога нормальная, и пошел дальше, вот это все утеряно, именно выбито, это в народе страшнейшим генным оружием, проклятым алкоголем, значит, эта генетика уничтожена, ну, кто не понимает, мои лекции можете посмотреть, на эту тему поймете, но я надеюсь, что вы здравомыслящие люди, и это понимаете, ни в какой мере, ни в какой дозе, это проклятое пойло, и неважно, как оно называется, то, где есть этиловый спирт, пить нельзя. Так, а вот что касается нашей непосредственно темы, а это все связано, ведь подточили долголетие этим страшным генным оружием, я прокуриваю и не говорю, да, кто-то скажет, пил-курил дедушка 95 лет, еще раз говорю, дедушка родился с крепчайшей генетикой, переданной от своих родителей, вырос в экологически чистой местности, продукты были здоровые, сейчас воздействие электромагнитных облучений, которых раньше просто не было, сотовые связи, вай-фай и прочее, и все это факторы укорачивающей жизни, а тут еще такие стрессы, которых просто не испытывал тот человек, и возьмем десятки других факторов. Если хотите подробнее, то эти факторы все влияние на продолжительность жизни, я рассказываю в своих вводных лекциях о адекватном человеческом питании, чтобы меня никто не упрекнул, что питание я ставлю на первое место, вроде, а что ж, больше нет факторов, есть, конечно, но питание, главный из них, но факторов много. Так, значит, откуда взялась статистика? Ну, как вот с алкоголем, когда нам говорили, вот когда Первая мировая война, мобилизация, мол, сразу либералы стали писать, дабы дискредитировать трезвость во всех газетах тогдашних, что, мол, вот, посмотрите, во сколько раз увеличилась смертность, то есть, вон люди, сколько травились от суррогата, значит, мол, много стали, значит, смертность высокая, когда статистика уже, а люди говорят, да, действительно, вот, и дали статистику, например, там, в тринадцатом году один человек, а сейчас семь, грубо говоря, на там, на сто тысяч или там на сколько, но я точно не помню статистику, ну, примерно пропорцию, я правильно говорю, но они же, а, сказали, а бета не сказали, что раньше-то от суррогата умирали, так сказать, не умирали, да, мало, но зато умирали от несуррогата, то есть, от проблем, связанных с алкоголем, там, в сотни раз больше, то есть, вот такую хитрую штука статистика, вернее, хитрая штука манипуляции статистика, а теперь применима к продолжительности жизни, да, 30-40 лет, мы думаем, мало жили, жили-то много, но, знаете, откуда она берется, очень просто, было в семьях 10-20 человек детей, 15, в Менделеев 16-м было, вы знаете, причем и в дворянских много было, и в крестьянских, кстати, наша страна, первое место по воспроизводству, по количеству детей, в семьях и росту численности населения, в 900-е вот эти годы, начало века была на первом месте в мире, ни Китай, ни Индия, да, кто не знал, не удивляйтесь, на втором месте, кстати, Германия, вот, два великих народа, сильных, на самом пике своем, и надо было уничтожить, хозяевам, так сказать, жизни, я имею в виду, владельцам, так сказать, мировых капиталов, теперь, что касается, как манипулируют статистикой, так вот, смертность детская была высока, кстати, по той же причине, в том числе, молока распространения в последние два-три столетия, когда стали, хотя опять-таки же, давайте сразу скажу, тот же Каненков, упомянутый мной сегодня, говорит в своих мемуарах, о своей жизни, книга у него есть, можете проверить, где он пишет, что мы была бы зажиточная семья коров, у нас было несколько, молока хоть залейся, но мы, даже дети, молока практически не пробовали, потому что дядя все это молоко, по-хозяйски, так сказать, брал, сдавал, получали хорошие денежки, потому что это все молоко шло, кто не знает, миллионами пудов в России, на что, на, например, с алебастром, гашеной визустью смешали определенную часть творогу, так сказать, молока получился, очень интересный состав, которым можно покрывать балки, они практически не будут гореть, вот эти все дворянские усадьбы, все белые двери лакированы, это все как раз молоко-творог с другими компонентами, вот на что, например, шло молоко, ну, стали, тем не менее, пить, когда стали пить, стали слизь, легкие слизи у детей, любая простуда, иммунитет на нуле, сразу люди, дети умирали, антибиотиков не было, была огромная детская смертность, из-за молока, в первую очередь, не только из-за него, так вот, и действительно, кто-то умер в нулевом возрасте, кто-то в один месяц, кто-то в год, кто-то в пять, так вот, половина семьи, а то и больше детей умирало, а вот, кстати, на одной лекции я это говорю, в другом контексте, а одна женщина, как Юрия Андреевна, точно, вот у моей мамы, там тоже 12 или 15 детей, вот семь там умерло, вот так, правильно, и вот вам, а кто-то 150-200 лет, вот вам статистика 30-40 средняя, ясно? Вот, что такое манипуляция сознанием наглядно. Теперь, ну, что касается классиков литературы, что-то я вам привел, я вам еще примеры очень интересные приведу сегодня, да, главное уметь действительно анализировать, что такое анализировать, сопоставлять, а вообще зачем нам вот эти точные цифры нужны, давайте найдите, ну, найдите сейчас, вот я как-то интересовался в этом, в поисках набрал, там, в сети, вот эту статистику, есть сайт, который ведет, там, дни отчитывает, сколько там, кто живет, вот из официально зарегистрированных долгожителей, да, там, и вот 109 лет, столько там, месяцев, дней, минут, там, есть такие сайты, вот, ну, и, соответственно, там их всего, ну, не знаю, там, около 110 лет, там человек 5-6, а, значит, вот понимаете, если практически в каждом селе, вот, например, в случае, там, Аланецкая губерния, Асударева дорога, когда Петр, там, тянул, вот эти первые из архангельской корабли, да, там, значит, в Балтику, значит, вот там трап вот этот, и его строили, это было там, по-моему, там, 1698 году, я могу ошибаться, в пару лет, неважно, не в этом суть, а в том, что, значит, когда в Принниколайе Первом, там, спустя 140, что ли, там, лет примерно, стали обновлять, как бы, и какие-то работы вести, вот, у меня это, значит, есть тоже, вот, данные, не помню имя, я бы вам зачитал, просто по памяти, не помню, ну, типа Тихона, там, условно назовем, нашли, который вот как раз помогал строить эту дорогу, помнит вот того, кого на носилках, он там описывал немца какого-то там больного, носили, он там стрелял в Астралявию, или там, ну, типа Нивелира, да, современного, вот, измерял, типа Теодолита, вот, в общем, короче говоря, вот так-то, ну, ладно, а вот теперь действительно вопрос, ну, какие причины долгой и короткой жизни человека, в принципе, мы как бы этого касались уже, я немножко подытожу, на продолжительность жизни человека влияет много факторов, а современного человека еще больше, если же раньше жизнь, там, прошлые века была как отец, жил дед, прадед, неизменные условия, в идеальных условиях, во-первых, это плюс, то есть, это не значит, что они как бы идеальны, проблем, воин, горе у народа было всегда много, он вспомнит там, и крымские, и прочее, одна за другой, турецкая, первая, вторая, в общем, воин много, дело не в этом, не было этих извращенных, как кусок, там достать, так сказать, хлеба и так далее, люди чувствовали себя, крестьянство, 95% населения страны, достаточно даже в крепостное право, свободно, потому что они знали и рассчитывали на свои силы, они знали, как бы правильный порядок этой жизни, что, ну, что посеешь, что и пожнешь, то есть, хозяйство, это и есть свобода, в какой-то мере, как бы, то есть, ты хозяин, можешь быть только на земле, все остальное, это дело случая, это, так сказать, единичные случаи, это не система, система это естественность, когда ты можешь творить что-то на земле, то есть, руководить процессами, управлять ими, созидать сам, лично, вот тогда появляется огромное мощное чувство, это не каждый может понять, почувствовать только, каждый может на себе, вот, как бы это сказать, такого, ну, что ли, стабильности, такой, чувство хозяина, чувство свободы, вот это, потому что ты близок к природе, только может нам дать, вот это чувство, все остальное суррогат, это попытка себя, как бы, ну, как бы, сказать, обмануть, так, в данной ситуации, мол, ну, ничего, жизни, и живут, и хуже, а я с утра до ночи на работе, нелюбимый, прихожу, это идиотский, какой-нибудь там, телешоу, или что-то еще, и завтра день так же, и детей к этому готовлю, это же самоубийство, медленное, главное убийство детей, что жалко, не будет у них альтернативы более счастливой, другой, а счастье без гармонии с природой вообще невозможно, это абсурд, потому что мы часть природы, и такова наша просто судьба по своему определению, по созданию, вот об этом надо подумать, так вот, факторов очень много, бетонные, железобетонные коробки, которые экранируют полностью магнитное поле Земли, вот это, да, то есть вот эта постоянная связь, то есть мы живем в мире, где все проходит пища через там многочисленные обработки, переработки, даже сухофрукты, казалось бы, а он диоксидом серы обрабатывает, это влияет все, конечно влияет, то есть факторов очень много, каких раньше просто не было, и ничего, сохраняли сухофрукты, я просто поражаюсь, вот действительно полное ощущение, что все делает проклятое вражье, для того, чтобы просто народ уничтожить, там, понимаете, ну жили раньше вон с вазами, все было, все хранили, я не, понимаете, вот академик Исаев, например, да, получил сталинскую премию, не просто так не давали, и золотую медаль Мичурина за сорт московская поздняя яблок, яблок, там 40, по-моему, в 7-8 году, ну, за то, что это яблоня, там, держало огромные морозы, что потом было подтверждено в 75-м году, когда минус 45 стояло, да, там все потрескались, а кто урожая не дал, а эти дали столько же урожая, сколько и в другой год, так вот, дело в другом, это яблоко хранится, ни одно генно-модифицированное дерьмо, извините, сейчас столько даже не пролежит, хотя вы понимаете, что оно пролежит, там, полгода или год, так вот, сорт московское позднее, яблоко, да, у академика Исаия, которого он создал, хранилось 2 года, до 2 лет, это сорт, старый, селекции, вот, на что способен разум человеческий, труд человеческий, и спрашивается, зачем это все надо, только для одной цели, нет, де-факто там, это только для одной, а де-юра вот болтать, могут что угодно, нам болтают все для вашего блага, да хрен там, это для их блага, а для нашего уничтожения, только так будет, по-другому не может быть, при этой господствующей системе, я имею в виду мировой, да, вот этой вот, вот этой гонки потребления, этого господствующего, единственного цели человеческой, навязанной наживы, и быть круче других, пройти по трупам других, а не человек человеку друг, товарищ, а корм, ну вот с этой идеологией, конечно, мы далеко не уйдем, и тогда нечего удивляться, все было, все есть, ничего нового, и никакие новые технологии не помогут лучше накормить, какие там благие дела, ГМО только для одного, для того, чтобы в руках держать, не просто бизнес, как некоторые примитивно могут мыслить, а контролировать численность народа, население, в том числе, через эту экономику и политику, через полное, так сказать, регистрирование, вот этих вот, своих выведенных уже, так сказать, генных продуктов, геноинженерии, потом дают фермерам, фермеры выращивают урожай, оставляют часть, чтобы семена проросли, ну, как всегда, они не прорастают, например, а там можно по-разному изменить, и так, и всяк, ну, допустим, как с индийскими многими фермерами сделали, и потом они вынуждены покупать, уже денег нет, это в помойку брать в кредит, в долг у тех же компаний, и это рабство, и будут пахать на них, и выращивать то, что они дают сами, они питаются, эта верхушка, продуктами другими, ну, это я просто, в частности, опять-таки, отвлекся, хотя, думаю, вполне полезное мое было отвлечение, да, так сказать, не зря я тоже это сказал, ну, вот, в итоге, факторов много, так что забудем об этих глупостях, что дедушка, бабушка, там, 90 лет, там, Черчилль, там, начнут сейчас умничать, 92 года, там, три прожил, и пил, курил, ну, что вы, неужели, настолько люди глупые, вы-то, я думаю, не глупые, но кто-то такое пишет в чатах, знаете, что, что вот, и действительно, на полном серьезе, мол, и что он этим хотел, что ты хочешь этим сказать, что, мол, ты будешь пить, курить 92, да хрен там, ты там 30-40 проживешь, если тебе сейчас 20, ты дурак такой говоришь, потому что, если бы Черчилль не травил бы себя этими страшными ядами, алкогольными, табачными и другими, ну, значит, бы он прожил, например, как дед Ивана Поддубного 120, а может быть, больше прожил бы 130, потому как у него задел, его личный запас прочности был очень велик, ну, неужели это непонятно, что есть факторы, которые укорачивают жизнь, которые удлиняют, ну, что вы, а вы все, извините, второе, третье, четвертое поколение, там уже это, так сказать, там делите на половину, минимум, а кто начал пить, курить там с 13 лет, ну, допустим, сейчас, то все там, 35 лет предел, он мой друг не пил, не курил, а умер, по вполне понятным, там был серьезный, шумический, нет, геморрагический был, у него к разлиянию мозг, инсульт, от того, что он практически не пил воды, ел все эти колбасы химические, хлеб и всякую гадость, булочки калорийные, воды практически не пил, пил лимонада газировки, кровь густая, еле сердцем проталкивается, давление все время высокое, как следствие, там, понятные камни желчные, то есть, вся картина для меня, она вот как вот открытая книга азбуки, вот, это примитивно все, и, соответственно, вот, там, буквально, там, до 40 лет не дожил, умер, вот, к сожалению, большой горе было и для меня, и для родственников, для всех, но это, вы понимаете, это же сейчас сплошь и я, я сплошь и я каждый день чуть ли не от кого-то, что он в 30-40 умер, забудьте о дедушках, все, а кто такую глупость в очередной раз, чтобы себя обмануть, так дешево обмануть, дабы, мол, оправдать свою любимую куриную ножку, или там алкоголь, или еще что-то, ну, вы этому идиоту скажите, приведите эти слова, может быть, поймет, не обидится на то, что я его идиотом называю, не, умный человек нормальный, не обидится, он скажет, да, идиот, ну, я тоже был идиотом, но я, правда, никогда не пил, не курил, то есть ни грамма в жизни, но мясо ел, так сказать, ну, хотя и вот биолог сам, и всю жизнь занимался этими вопросами, исследователь, но и я прокатился через эту матрицу, что вы думаете, так сказать, не от рождения я такой, так сказать, с пониманием вышел, я просто потом осознал это, пропустил через разум, а не через веру, и все на место встало. Так, идем дальше с вами. А возможно, современному человеку спрашивается, прожить 120 лет, что для этого нужно сделать? Вы знаете, в принципе, это, конечно, много для современного человека, но в общем-то возможно. Но если мы говорим о летах, так где-то 90-95, то можно изменив питание, частично хотя бы образ жизни, если даже в городах остаться, то проводить там программы, там детоксикации периодически, там есть очень хорошие травы, грибные препараты, которые выводят яды токсина и даже тяжелые металлы, тот же дождевик, например, но в сухом виде, конечно, стадии так называемой молочной зрелости, его правильно высушивают, но это все... Кстати, у меня сейчас тоже это направление такое интересное появилось, я последние месяцы очень серьезно изучаю профессионально фунготерапию, даже диплом буду фунготерапевта получать. Вот, и век живи, век учись, как говорят, да, но эта тема интересная, у меня будут лекции, следите обязательно, потом у меня в блоге найдете, и вот препараты очень интересные есть, которые, конечно, могут справиться с тем, с чем даже травы многие не справляются, ну, с болезнями, так, ладно, теперь давайте по сути дальше. Прожить можно. Если вы будете есть экологически чистые продукты, питание, опять-таки, откуда брать, сразу начнут или что, ну, кто, ну, сами, ну, езжайте жить в деревню, ну, что вы привязались к этому городу? Ну, я понимаю, не все, я не предлагаю всем, но вот я сам лично, да, ну, слушайте, в Подмосковье, я коренной москвич, с 99-го года переехал жить в собственный дом в Подмосковье, в коттеджный поселок, я его построил на свои деньги, там, заработал сам, честно, ни у кого в долг ни копейки не брал, своим трудолюбием, мозгами, так сказать, и прочим, ну, ладно, не в этом суть, а в том, что ни одной ночи я потом в Москве не ночевал, зачем, что я, идиот, что ли? Ну, ладно, ну, не совсем так правильная постановка вопроса, в данном случае, идиот, что ли, ну, возможности у меня были не ездить в Москву, и в этом случае, действительно, что же, я идиот, что ли я поеду, куда, что мне там делать, что мне там видеть? Нет, мы ездим иногда смотреть там старые улочки, переулки, изучать историю там улиц Москвы, там, и прочее, это да, другой вопрос. Так вот, а сейчас я переехал вообще в Пушкинские горы, в Псковскую область, вот отсюда вещают, из того самого, он рядом со мной, Михайловская, Тригорская, да, где Пушкин был, где я написал много своих произведений, вот, понимаете, да, казалось бы, а уехал на землю, да, я основатель экопоселения в Тверской области, туда многие молодые ребята переезжают в семьи с детьми, строят лучшую жизнь, нормальную для своих детей, для себя, выращивают здоровую пищу, и прочее, и прочее, ну, и что, сделал я этот шаг, а мог бы сидеть, болтать, там, а это трудно, а это что-то, и что, я не то, что не скрываюсь, или, как говорят некоторые, считают, типа, Дан Шифтер, нет, я веду, наоборот, пропагандистскую работу, что, слушайте, давайте не на словах, а на деле русское село, деревню восстанавливать, и переезжайте, нормально, если жрать алкоголь, там, поганый, на селе, так ничего и не будет, говорят, работы нет, поэтому пьют, чушь собачья, пьют, работы нет, именно работы нет, потому что пьют, с ног на голову все поменяли, мужик нормальный, с головой, с руками, на селе всегда сможет хорошо заработать, то есть, вот просто, я не буду, я надеюсь, сейчас учить, как это делать, я, кстати, думаю, проводить что ли семинары на тему обучения, заработку бизнеса, кстати, я ведь более 20 видов бизнеса с нуля создал, без копейки денег извне, то есть, ни у кого долго не брал, причем серьезно, причем некоторые из них я впервые в Россию ввел, ну, то есть, определенные вещи, ну, так сказать, за несколько секунд стоит мне задать проблему, решить, какую-нибудь поставить проблему, несколько секунд раздумий, я вам выложу путь решения этой проблемы, потому что я с этими проблемами, у меня стройки 20 лет подряд идут, сейчас вот до сих пор за окном стройки идут, тоже там отделки и прочее, у ребят у всех возникают вопросы, проблема, не могут решать, стоят, там несколько секунд я подумал, решается, я вообще не понимаю, что происходит, но это я понимаю, это алкоголь, родители алкоголь выпьют, ведь там разрушается, понимаете, вот это не только нейронные связи, там очень серьезное разрушение коры головного мозга происходит, и аналитическое мышление уже не то, понимание вот этих причинно-следственной связи тоже, там очень много, что идет разрушение высших деятельностей человека, и чувствует этот человек, кто занимается серьезным умственным трудом, очень серьезно, ну, об этом все-таки алкоголь и тема отдельная, не будем сейчас касаться, а народ наш был трезвым всегда, и насчет мяса, как вы теперь, наверное, начинаете понимать, не потреблял, в принципе, в больших, а даже в православные, вот эти, ну, правильно говорит, христианские, православие не совсем корректный термин, опять-таки не все меня поймут, да уж не буду это расшифровывать, ну, захотите в вопросах потом спросить, я расскажу, почему термин православие к христианству, в общем-то, никакого отношения не имеет, а просто сворован у тех, кого христиане называют язычниками, вот это, в общем-то, вполне понятно, буквально минуту я объясню, если будет интересно, ну, в этом, когда господствующим была идеология христианская, так сказать, что у нас было, сколько там дней в году, ну, больше трехсот постов, когда их действительно соблюдали, никакого ни мяса, ничего, так сказать, были строгие, когда и не рыбы, а, так сказать, это у нас было, вот, а в Японии, кстати, 300 лет вообще было запрещено, именно императорам, потреблять мясо, тоже не все знают, кстати, сейчас от этого потребления эти товарищи страдают вообще больше всего, ну, особенно вот в Сингапуре, те города, где из грязи в князи, за одно поколение, из христианина, так сказать, у менеджера пробелись, ну, и повторяют за белыми, так сказать, менеджерами, европейскими, образ жизни и питания, в том числе, так вот, у онкологии у каждого второго, вот в Гонконге, в Сингапуре, у каждого, в городах крупных, у каждого второго, это мне просто вот люди, которые вот знают эту проблему, у его партнера, одного моего очень знакомого, партнер, у него тоже рак, вот он изнутри эту ситуацию, и ничего удивительного, ну, почитайте книгу профессора Кэмпбелла, поймете, так сказать, китайское исследование, что, пожалуйста, он исследовал более 50 лет всю эту проблему, начиная с Филиппин, и вот до США, так сказать, обследование, там, 10 тысяч медсестер, там, среди медработников, очень интересные данные, то есть, ну, все будет понятно, вот, поэтому вот так вот, а давайте я вам, знаете, что скажу, очень интересный другой факт, вот письмо, прям зачитываю вам его, пишет мне Оксана некая, в 14-м году письмо это было, из блога я зачитываю своего, здравие, пишет она, мои предки староверы, корни по матери уходят в Белоруссию, в Гродненскую область, потом были беженцами в Сибирь, и уже бабушка родилась в Омской области, они, запоминайте, они не ели мясо, не ели практически ничего, правда, в трудные времена ели мороженую картошку, причем сырую, не обрабатывали, так вот, у меня есть фото моего прадедушки, прапрадедушки, который умер в 1957 году, родился в 1840-м, ну, на 118-м году, о чем я говорю, бабушка, ну, прапра, тоже его жена больше 100 лет прожила, как, впрочем, и все родственники, всех нянчили, это я же со своими словами, всех нянчили прабабушки, всех родственников, она описывает, моих всех там, вот, ну, и пишет дальше, а моя прабабушка, значит, прабабушка 4 года нянчила моего первенца, это очень ценно, это правда очень ценно, там такая передается, и мудрость, и энергетика, ой, там, благодарю за хороший ценный материал, кладость, и так далее, ладно, вот она пишет, что мы сыроеды, мы сыроеды, и сейчас переходим на фрукторианство, живем на земле, у нас трое детей, взрослые, теперь, перейдя на сыроедение, хотим еще родить, сколько Бог дарует, благодарность, ну, и так далее, значит, кстати, да, большое дело, и очень советую всем, кто может рожать больше детей, потому что сокращение народонаселения, особенно русского народонаселения нашей страны, колоссальное, и поэтому, как можно больше детей, кто только может, надо иметь, сейчас рожать, ну, вот, и вот, что было, никакого мяса, говорят, Сибирь, а как же в Сибири, так вообще, энергетические затраты, а вам что, мясо энергию даст? Нет, оно вам даст психологическую, как бы, условно назовем это, энергию, такое чувство брюхонабития, и привычного ощущения, а привычное ощущение, слушайте, это собака Павлова, обращайтесь к рефлексам, и вы поймете, что это всего лишь рефлексы на то привычное, но тут еще другое, тут идет биохимия, потому что паразитические, патогенные микрофлоры, она в нас есть, и благодаря ней мы сразу не умираем от потребления мяса, от отравления всего организма, они перерабатывают частично, и частично выделяют нам, в том числе аминокислоты, но и яды, трупы, трупные вот эти токсины, вот, но тем не менее, да, мы в какой-то мере приспособились, условно, вот к этой ни шатко-ни валко, на этой пище существовать, однако, мы убиваем себя, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но кто ест мясо, умрет от рака всегда, если раньше он не умрет, от других болезней, к сожалению, я бы иначе это, если бы это для пользы людям не пошло, не говорил бы такое, но сам бы, был бы жив Фёдор Григорьевич, я уверен, что он бы против не был, это Углов Фёдор Григорьевич, великий русский хирург, писатель и так далее, уникальный человек, он умер на 104 году жизни, я его тоже в последние годы имел честь, лично знал, и он в 2008-м скончался, умер он от рака, потому что он ел мясо, почему он прожил 103, а не 90-80, кстати, его родители не обладали долголетиями, потому что этот человек вёл определённый образ жизни, он ел мало, выходил из-за стола, мать ещё приучила, чувством голода небольшого, и, к сожалению, несмотря на то, что он ел мясо, но он ел курагуин жир, он как бы интуитивно понимал, то есть вот этот очень важный кальцио и баланс, а это ещё щелочная среда организма, но постепенно питерская среда, кислая вода, там 6 pH, с низким, ну и содержание минералов, это так и должно быть, а вот то, что она кислая, плохо, и всё-таки творог и прочее, и привели к тому, что, собственно, о чём я говорю в своих лекциях, сейчас об этом нет смысла говорить, посмотрите, если будет интересно, про то же молоко и так далее, про водные лекции мои, и вот, к сожалению, умер от рака, значит, если человек не умирает от рака, он просто раньше умирает от инсульта, инфаркта и так далее, там в том же 80-90 и прочее, ну вот, значит, вот вам ещё один интересный такой, значит, пример, да, так, ну ладно, давайте теперь я пойду дальше, по нашим, как бы, вопросам, а скоро уже мы перейдём к ответам на вопросы, но есть ещё интересное, о чём я обещал, это вернуться к теме 912 года, давайте немножко подождём, заинтригую вас, а действительно вопрос, а для чего нужна вообще длинная, продолжительная жизнь, смысл какой в этом, вы знаете, такие вопросы тоже люди задают, и я скажу вам так, задают их те, кто несчастлив в этой жизни, вот, потому что, если человек рад, счастлив, он никогда такой глупый вопрос не задаст, если ему, конечно, опротивила его неинтересная, нелюбимая работа в семье, он тоже не видит никакой радости, у него нет там такого хобби, которое его там, увлечение колоссального, или всё это вместе в идеале должно быть, да, да, его жизнь должно быть его хобби, его труд, ну, а самое главное, созидательный труд, вот если у человека есть созидательный труд, если он видел, посадил не дерево, а лес, и лес вырос, или там стремится к этому, в этом процессе находится, если он вокруг себя благоустроил пространство, разбил там, хотя бы даже так, примитивно, клумбы, сады там, сделал там, да он радуется, он ждёт каждый миг, каждого изменения, как при... и вот тогда человек видит смысл жизни, и, так сказать, другого не понимает, как может быть иначе, ну, а если человек, понятно, живёт совсем по-другому, то да, чего, чтобы удивляться, это понятно. Я вот вам хотел процитировать, ну, если найду сейчас, посмотрю ещё раз, интересное там высказывание одно, когда про долгожителей какой-то, ну, вот, в Псковской области я, например, кое-что изучал, но не найду своими словами, сейчас скажу, просто хотел, как говорится, ближе к тексту, да, а вот нашёл, вот 1 июля 908 года родился такой Алексей Яковлевич в Великолукском, Великий Луки, город, ну, в районе, в деревне Борки, семья была, так сказать, большая, у него тоже, значит, с первых дней Отечественной войны ушёл на фронт, воевал в пехоте, пешим дошёл до Берлина, был ранен, был в плену, после войны вернулся в родные места, кстати, насчёт того, что сразу посадить должны из плена, там, то, что архинею сейчас там несут нам, вот, и всю свою жизнь проработал на земле, в колхозе, на пенсии, на личном подводе, в своей близости к земле, в неустанном труде и удовлетворении в этом, которое приносит крестьянский труд, Алексей Яковлевич видит главный секрет своё долголетие. Вот в данном случае вот этот дедушка совершенно адекватно оценил своё, так сказать, вот долголетие. То есть он просто любил землю, он в этом видит себя, и он постоянно, и вот пишут, что даже сейчас, весьма немалые годы, предпочитают, чтобы большая часть его еды была выращена своими руками, своя, не магазинная, ну, как бы цитата его. что тут сказать, анализируя всех долгожителей, кому так сильно, ну, так, застой, и они крепкие, сильные, я вам скажу так, никакого алкоголя, табака своим трудом, всю жизнь трудятся, не лентяйничают, не лежат, работают на земле, едят со своего огорода. Там уже животных никаких, какие там животные, так сказать, ну, опять-таки, прожил бы дольше, если чего-то даже употребляют. А вижу, анализируя, например, бабушка одна, тут 94, она уже очень плоха, там все, ну, вроде 94 много, но я смотрю, что она, какие у нее артрит, прочее, смотрю заболевания, что она ест, сейчас она с магазина, с лавки эту гадость всякую покупает. Объективнейшие причины, я вот, прям, что называется, бери ее, составляй, ну, вот я и хочу составлять вот эту вот аналитику, чтобы те, кто не может сам анализировать, не умеет, вообще не понимает, ну, хоть бы прочли, поняли бы все. Ну, ладно, идем тогда дальше, да? Вот, вопрос был, для чего жить вообще? Странный вопрос, да, я уже говорил, и, в общем, я, так скажу, философски глобально. Вообще, человек, что такой человек? Этимология слова, чело, данное на век. Ну, вот, на этот век, такой век, это не 100 лет, все-таки 144 года, но это, как бы, уже тема глубокая, такая, ведическая. Но дело не в этом, потому что, раньше в сутках, другое количество часов было, и, как бы, в общем, 144, на самом деле, век, это 144 года. Лето, вернее, правильно, года, это, это немецкое слово, год, там, бог. «С Новым годом вас», сказал Петр I в 1700 году, перечеркнув наш старый календарь. Ай, календарь, да, ну, вот так вот, ладно, об этом тоже не будем. И вот, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Мы являемся по образу и подобию, правильно, я есть не тело физическое, а живатма, живая, единая, неделимая частица Всевышнего, то есть сотворенная его же и им же часть, которая исследует этот мир путем вот этого взрыва большого, как ученые говорят, то есть расширение галактик, создание новых, а потом сбор идет, сжатие, когда он распознает плоды своего труда, каждым из нас. И мы имеем возможность эволюционировать духовно, развиваться. Для этого нам урок дан здесь, на Земле, в этой жизни, и не одна жизнь порой, чтобы мы прошли этот урок и перешли в более высокое, иное состояние существования, а мы не конечная форма жизни во Вселенной, есть более высокое уровень существа, которых мы называли богами наши предки, но мы их называли своих предков, потому что в результате реинкарнации вот этих воплощений, прохождения своих уроков, понимания законов, природы, мироздания, кто мы в этом мире, зачем и так далее, умея, добившись здесь, на Земле, управлять всем, мы переходим на стадию более высокого уровня управленцев. Уже мы можем строить, перейдя, вот как мы говорим, сосуществование в мир прави, там мы можем уже созидать свои миры более высокоорганизованными существами, становимся энергетической сущностью. Ну, может, вы и знаете, у нас не одно тело, есть эфирное, есть другие, ну так вот. И, собственно говоря, вот наша задача, максимально за быстрый срок, в идеале за одну реинкарнацию, вот как Иисус, например, этого добился перейти в более высокий вот этот мир богов, что называется. И вот эта задача сложная, но выполнимая, но для этого нам, как воздух, как говорят, нужны долгие годы, ведь шансов-то тогда больше будет выполнить это. А ведь мы крутимся в гонке потреблений, вот в этой, нас загнали, да и я сам, что тут говорить, поэтому были бы иные возможности, если бы, хоть мы могли бы, и я, в том числе, глубже задуматься, глубже переосознать, там, надо сказать, жить немножко по-другому, какие были бы возможности. Ну, трудно представить себя, вернее, не трудно, а вполне даже можно. Поэтому давайте к этому стремиться. Ну, по крайней мере, цель должна быть у человека. Для чего он сейчас так живет, не совсем так, как хотел бы, но зная, что он добьется этой цели, если он выполнит вот это, 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 построит там то-то, сё-то, например, и прочее. Ну, я условно говорю. Вот. Это задача, это планирование, но для этого надо понимать глобальный вопрос. Мы его как бы осветили. Зачем жить? Так говорят, зачем жизнь? Ну, давай сейчас удавись и снова начинай с нуля. Может быть, действительно, как говорится, такой радости, кармы, так сказать, не предоставят тебе. А может быть, это будет, так сказать, очутишься ты в теле, так сказать, бедные овечки, которые потом горло, так сказать, отрежут, и в муках, в агониях ты умрешь, и, так сказать, конечно, что-то осознаешь, и будет тебе новый шанс дан за такое мучение. Но зачем это надо, правда? Поэтому давайте будем разумными людьми, поймем, что все-таки, кто мы в этом мире, и, так сказать, что есть вообще питание, и для чего оно дано. Для того, чтобы жить и выполнить свое предназначение. Вот для чего питание дано. А если вы после пищи, как говорят, после сытного обеда полагается поспать, то значит, вы съели то, что приносится вашему организму, вашему здоровью колоссальнейший вред, потому что пища призвана давать энергию, а не забирать ее. А если вы едите, и энергии нет, ну, да, дальше вы сами догадаетесь. И да, думаете, и да, скажете. Так? Так вот, понятно. Не будем говорить, еще развивать эту тему про жизнь, зачем нужно. Можно говорить, конечно, чтобы увидеть своих внуков, правнуков. И, кстати, тоже мотивация определенная, чтобы передать им свои знания, накопленные уже тогда. И то, что не могут родители за неимением времени, и даже деды порой дать. Вот это тоже очень важный момент. Очень важный. А для того, чтобы нашу исконную, ну, назовем таким словом неправильно, историю, что было там в поколениях еще вот сто лет всего лишь назад, передать. А как мы можем это передать, понять от первоисточника, если нет этих уже первоисточников, а раньше всегда были. Вот почему в былинах все устно передавали. Память была хорошая, мозг не испытывал дефицита йода, фосфора, а к тому же, так сказать, были живы деды, прадеды и прапрадеды. И они прекрасно все рассказывали, объясняли, когда внучок, у него есть время, а у прапрадеду уже есть время на это. Понимаете? Вот ведь, как гармония осуществляется. Вот для этого надо жить долго. Поэтому кто такие глупости говорит, но либо страшно несчастлив, либо идиот просто. Ну что тут еще сказать? И он не должен на это обидеться, значит, я точно прям попал в цель, да, тут так и есть. Для чего нужно? Понятно. Можно ли долго жить, не болеть и не быть немощным? И вот, кстати, ведь многие болезни ассоциации, вернее, говорят, старость, это знаешь, и что же мне быть, кровати прикован, тоже идиот говорит. А почему такие извращенные какие-то ассоциации? Причем тут возраст, там 100 лет, 120 и какая-то там кровать прикованная. Нет, ну это болезнь, а что в 40 лет, в 30 не приковывает кровати? Ну дебилизм, скажите сами. Да, дебилизм. Давайте будем умными людьми, такую ахинею нести не будем, мы вправим мозги, ну не будем закрывать глаза там и свои рты на те глупости, которые рядом с нами. Человек, ведь он, понимаете, он правду обижает, то есть истину, он природу обижает такими высказываниями, так нельзя допускать, надо ему рот закрыть. Ну это мое личное мнение, я человек, да, такой в этом плане абсолютно нетерпеливый, ну вернее неправильное выражение, нетерпимый. К чему? К глупостям, к невежеству, к вульгарным выпендрежам. Да, я к этому нетерпимый человек. К оглумлению над природой и сущностью бытия я тоже нетерпимый. Уж извините меня за это. Ну вот, буду говорить, как буду, как могу и как хочу. Кстати, я всем так и говорю, невзирая на, так сказать, их чины, должности, или, так сказать, вот как говорил там простому обычному человеку, так и депутату, я был знаком из Госдумы и прочее, так сказать, и вот про это тоже пойло погаевый, что вы пьете? Элитное вино за 10 тысяч долларов бутылка, да? А там, извините меня, те же дрожжевые грибки туда нагадили спирт этилов, от которого у вас будет разрушаться мозг, половая сфера и так далее. И неважно, все это поганое пойло, я так и говорю, то есть неважно, там, самогон этот дешевый или бутылка там за 10 тысяч долларов, все это поганое пойло, а вот то, что там, ой, запахи, ароматы, букеты, ну, возьмите букет цветов и наслаждайтесь ароматом тогда букета. Это что за извращение? Это гламур выдумали себе? Вот это из этой области, а не из реальных ощущений. Ой-ой-ой, надумали. Надумать можно и плацебо себе тоже, ну, надумывайте, у кого-то попадет, а у кого-то не. Только это-то как раз плацебо, в отличие от того нормального, который как бы здоровьется, нагадывает человек. Это плацебо идет к обратному, к смерти, к разрушению, деградации личности и так далее. Ну, ладно. Питание, продолжительность жизни. Ну, вот тут-то как раз да. Ну, кто-то скажет про аюрееду что-то, а как же там молоко? Давайте так, вот с молоком правда. Вот у меня столько видеозаписей, меня раз в 10 телевидений по молоку снимало, правда, ни одного не показали по подобным причинам. Будет интересно посмотреть у меня в блоге или в ютубе, я прям разбираю по полочкам. Вот опять сняли в очередной раз, я знал, что не покажут. Я как бы до того, как выйдет, говорят, вот такого числа будет передача смонтирована. Я говорю, ну, посмотрим. А я за неделю, за две там ролика выбрасываю в интернет-магазин. Вот я, что покажут в этот раз, а я сам еще параллельно снимаю и вот выложу. Вот давайте посмотрим. Там, ну что вышло, не вышло, люди смотрят, и, конечно, говорят, ну, понятно все, с телевидением, с этим, ну, не дадут им показать это, и естественно. Вот, а теперь давайте я вам вот такую книжку покажу Данила Гранина. Автора такого наверняка знаете. Его роман, рассказ «Зубр» называется. Что я вам об этом хочу сказать? Помните, я касался 912 года, когда отмечали 100 лет Бородину. А теперь внимание, и мы с вами поиграем в такую маленькую викторинку. Ну, это будет как такое завершение до ответов на вопросы, до самого интересного, да? В общем, я вам вопрос задам, а вы ответьте в чат. Пока не отвечайте, потому что пока я вопрос не задавал. Так вот, автор Данил Гранин. Название «Зубр». О чем там речь? Ну, там о многом речь. Он встречался с разными учеными, там Вавилов, там Эйнштейн описывает, там прочее. Но он встречался с интересным таким ученым, биологом, генетиком, Николаем Владимировичем, Тимофеевым Раевским. Так вот, ну, ясно, что то, что я говорю, а я все, что говорю, он легко проверить, посмотреть. Но почему это интересно, сейчас поймете. В книге вот этой истории встреч с разными интересными людьми он описывает особо вот этого человека. Собственно, Зубр – это его второе имя, да? То есть, Тимофеева Раевского. И вот он описывает то, что этот человек дворянин в прошлом, то есть, он родился там, понятно, до революции, и в своем имении своего отца, деда, прадеда, значит, какое-то время жил, и он описывает там такой интересный случай. 99,9% людей, конечно, читало, кто читал книгу, даже не помнит, о чем я... Ну, кто-то вспомнит, скажет сразу. А я вот говорю, что же такая за манера? Ну, почему она? Очень важные вещи не замечать и мыслить над тем, что, в принципе, для жизни не важно. Вот тоже, да, стоит над этим подумать. Ну, так вот, и он описывает трех друзей, трех товарищей, трех людей, стариков, которые жили в имении, уже на правах уважаемых людей, как говорится, на пенсии, значит, в имении вот отца. Все они трое из этой местности, ну, считайте, из одной деревни, давайте так, для простоты понимания, участвовали в войне 12-го года. 812-го, ну, им было, значит, за 125-30 лет. Вот, родились они при Екатерине II, понятно, и вот уже почти революция, потому что он описывал где-то это не в 12-м даже году, а где-то в 15-е, ну, прямо вот перед революцией. Вот. И им прислуживала такая, ну, не помню, там, как зовут, ну, будем там, Нюра, например, условно говорить, они ее девкой считали и называли, ну, вот он прям описывает, там, ну, помогала им там в хозяйстве, значит, они там истории жизни рассказывали, значит, вот, ну, потому что она для них была девкой, ей было 80 лет, ну, молодая, ну, внучке годится, ну, внучка, ну, внучка, поэтому она Нюрка там и бегала, значит, вот, а они не просто, а как это интересная история, он там еще о чем говорит. Вот выпустили медали, я, кстати, об этом говорил, медали к столетию живым участникам, а их напечатали целый тираж, а потом это только, когда проверять стали, та же, сначала даже они забыли об этом, там, специалисты, историки, архиваторы, а потом отрыли, да, действительно, вот, а теперь представьте, ну, это как бы поощряли, ну, как бы знак почета, там, такие особые слова были, что вот, ну, что Родина помнит, действительно, так сказать, героизма, проявление, да, вот, выпустили для живых участников, их было много, а теперь, а, вот, забегаю я вперед, ну, давайте сами рассуждать, без всякой статистики, вот одна деревня, еще один пример, ну, я уже сегодня приводил, людям 125-130 лет, три человека в одной деревне, давайте так, напишите в чат, о чем это говорит, вернее, какой вывод можно сделать из этого, из этого факта, какой вывод из этого и других подобных фактов, вы теперь можете вывести относительно того, что, как мало там, ну, сами сделайте вывод, просто напишите, пожалуйста, у вас просто интересно мысли, да, ну, какой вы, о чем это вообще говорит, вот, в одной деревне, уже подсказываю, как говорится, в одной деревне, три человека в возрасте 125-130 лет, это не где-то, один там, в Сингапуре, второй там, в Перу, а третий, где-нибудь там, на Камчатке, да, это вот три из одной деревни, а я вам приводил там, их масса, их, я не знаю, захотите еще расскажу, какие-то, но смысл, это было вот еще недавно, были люди, которые просто описывали, а вы знаете, сколько таких, почитайте книги, да везде, просто вы это не помните, это страшно, и, ну, так нельзя, ну, о чем это говорить, из этого не просто вывод надо сделать, который я вас прошу, а еще и другие выводы, уже второстепенные, которые будут после анализа, вот того, что я сейчас о чем говорю, так, а я сейчас попытаюсь открою чат, вот, и обновлю страничку, и посмотрю, что вы пишете, а мы сейчас, кстати, сделаем такой интересный перерыв, но не совсем перерыв, а, так, а ну-ка, ну пока вы пишете, в общем, какой вывод из этого можно сделать, да, теперь давайте дальше, давайте сделаем так, пока вы пишете, прочее, а перерывчик будет вот какой, рекламный, рекламная пауза, теперь, дорогие друзья, я возвращаюсь, рекламная пауза кончилась, я еще раз на всякий случай перезагружаюсь, и смотрю, да, были люди, пишут в это время, ну да, перефразирую Пушкина, значит, так, кто-то пишет, добрый вечер, это кто-то присоединился, видимо, смотрит записи, эту, так сказать, нашу встречу, потому что сейчас в прямом эфире, так сказать, 21 час, 0,1 минута, 17 декабря, так, ну ладно, как питаться, вот, тут уже вопрос, как питаться, при беременности и так далее, можно, я попытаюсь сейчас то, что ближе к теме, и, кстати, вот вы пошли уже, товарищи дорогие, пишите вопросы, а вот, да, вот, кстати, Елена написала Силукова, что вот очень хорошо прочищаете мозги, спасибо, вот, вот благодарю, потому что это, так сказать, я рад, ну, тому, что люди просто начинают думать сами, и вот это меня радует, не то, что я такой крутой, а потому что просто я рад помочь, свою палочку-выручалочку протянуть, так, значит, ну, а к смесям, к молочкам, как я отношусь, страшно, вообще на Руси брали кормилиц, да, и, если уж мы говорим о том, ну, вот, беда там, и как, вообще раздаить любую женщину можно, вот, ну, ладно, давайте так, значит, какие заменители там, вот конопляное правильно приготовленное молочко, которое у меня в блоге найдете, там, лен и конопляное молочко, его с нулевого возраста детям давали, и выкармливали прекрасно, что касается, ну, конечно, это зависит от того состава, минералы, вот проблема в чем сейчас, ну, плюс, морковный сок разбавленный один к трем, сначала в воде, чистый, хороший, дистиллированный, или кипяченый, но охлажденный, потом меньше дозы, уже меньше, по мере роста ребенка, ну, а уже, там, месяцев восьми можно, там, вводить уже в блендере измельченную, там, кабачок и тыкву, и, так сказать, та же морковка уже и прочее, вот, ну, все это, если будет выращено на хорошей почве, это будет только плюс, и так далее, и так далее, вообще, конечно, как я подробно могу такую сложную тему сейчас рассказать, но я плохо отношусь к смесям молочным, это уж точно, от диабета вообще очень просто можно излечиться, если речь идет про второй тип, то недели за две, перейдя на сыроедие неправильное, да, с достатком воды качественной, а с первого типа, ну, подольше, там, месяца полтора легко можно излечиться, ну, конечно, есть еще и грибы, специальные травы, которые могут просто ускорить, уменьшить процессы детоксикации, противозвезды, только, в общем-то, для одной главной цели, взять и провести глюкозу в клетку, глюкоза основной энергетический элемент, мономер, вот этот вот сахаром, который, сахаров, да, вообще класса, который, вот, так сказать, участвует в энергообмене, необходим для реакции АТФ, кинозинтрифосфорной кислоты, то есть обеспечения энергосуществования всех химических процессов в нашем организме, но, знаете, какая штука в природе есть? Есть еще фруктоза, если она не синтетическая в виде порошка, купленная в магазине, а то такое только меня не спросите, буду страшно злиться, вот, а фруктоза, которая, естественным путем, содержится во фруктах разных, там, да, знаете, в чем ее отличие от глюкозы? Химическое строение одинаковое, формула одна и та же, количество там, атомов углерода, водорода, одинаковое, а знаете, в чем разница? Дело в том, что глюкоза, это, если, это же еще пространственная конфигурация, надо смотреть, это же не двухмерная плоскость, а трехмерная, так вот, ну, вообще многомерная, но мы будем так примитивно говорить, трехмерная, да, формула, структура, так вот, структура глюкозы, право закрученная, назовем так, условно, спираль, условно, изомер, право вращающий, а фруктоза, лево вращающий изомер, и вот фруктоза, может в клеточку нашего организма, в каждую войти, без посредника, без проводника, без гормона инсулина, вот и все, поэтому сахарные диабетики знают, что вот, например, инсулин, там, инулин, такое вещество, полисахарид, который, кстати, вот крахмал, он состоит из там, большого количества молекул глюкозы, да, а инулин, это тот же крахмал, но он состоит из многих молекул фруктозы, поэтому, это пенамбур полезен, и знают, что вот съешь топенамбур, или даже сироп, то есть сладкие топенамбуры, и сахар не подскочит в крови, потому что гормон не нужен для этого, инсулин. Видите, как все очень просто, на самом деле, в природе, вот в своих лекциях я все это объясняю, просто сегодня у нас тема другая немножко, хотя пятки, как она, не связана со здоровьем, конечно, напрямую связана, но я не могу подробно на все вопросы отвечать, вот вам, а вы говорите, сложно инсулин, запомните, пока вы питаетесь неправильно, сахарный диабет вы не лечите, поэтому идиоты-медики, ну, те, кто вот этого не понимают, они обязаны это понимать, ну, поэтому идиотов я называю только заслуженно людей, я никогда не обижаю незаслуженно, так вот, кто, особенно выпендривается еще, пытается там умничать, ну, неизлечимая эта болезнь там, ну, правильно, жари котлеты, так сказать, с пюре, пюре картофельным диетическим, и ты никогда не излечишь сахарный диабет, еще бы, поэтому оно неизлечимое, что горе от ума, переумничили, многое на себя берем, считаем умней природой себя, ну, досчитались, а все-таки кто-то ответит на вопрос, который вот я поставил, очень интересный вопрос, на мой взгляд, вот никто ничего не написал, ну и жалко, какой вывод можно сделать из того, что я последний пример про деревню и трех друзей, которые там воевали на Бородинске, ну, давайте я вам скажу, вывод-то очень простой, первый вывод, что хорошо нам по мозгам наездили, что хоть средняя продолжительность была 30-40 лет, однако там жили и 150, и 200, а причина детской смертности, это я частично коснулся, в каких-то лекциях своих я вообще подробно об этом рассказываю, в статье о молоке я тоже подробно об этом рассказываю, в третьей, по-моему, своей, у меня три статьи о молоке, где огромных-огромных, на книгу хватит, в блоге прочтете, если будет интересно. Ну, вот, второй вывод, который можно сделать, что, значит, огромное количество людей жило долго, гигантское, а теперь я вам примерно процентную такую пропорцию приведу в форме фактов. Ну, допустим, если проанализировать то количество людей, которое участвовало в Бородинском сражении, да, то давайте возьмем наших фронтовиков, которых уже сейчас мало осталось, с каждым годом в два-три раза, там, в пять их меньше становится. Так вот, представьте, что в 2045 году, кто-то скажет, что нам бы дожить до этого времени, так вот, представьте, что в 2045 году фронтовиков, которые участвовали во Второй мировой войне, будет 200 тысяч человек. Ну, вы сами понимаете, что, дай бог, одного не будет, наверное. Вот. Ну, можно, и будет. А тогда, а пропорция та же, сколько участвовало в Бородинском сражении, а сколько в Великой Отечественной войне? Вот и посчитайте. Примерно так и получается. Так вот, я вам что хочу сказать. Дожили. Дожили. И причины очень понятны. Кто-то, вот, я знаю, люди, знаете, меня что еще бесит? Начинают люди что-то там пытаться доказать, ну, самим себе, естественно, сумничать, не анализируя вообще. Ну, просто, потому что им так хочется верить, сказать глупости или оправдать свой любимый кусок там бюштекса в глазах самого себя любимого, чтобы он в горло полез. Ну, так это же дешевый способ. Вот человек и не достоин такой способ высокого звания человека так унижать природу, себя и людей вокруг. И разум, главное, человеческий, глумиться над разумом. Это самое страшное преступление. Так, ну, что там еще? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас посмотрим. Так, поэтому, понимаете, болезнь любая, как пришла, так она и победима. Но, вот наши предки, например, они знали, что, например, природа, они жили в гармонии с природой, они знали там тысячи, сотни видов трав, грибов. Вот грибы, это уникальные лекарства, это и антибиотики, это уникальные полисахариды, там, например, в лисичках содержатся определенный полисахарид, который там, скажем, разрушает, я много лет уже говорил, многие виды гельминтов, листов, паразитов. Например, есть грибы, такие как веселка, ну, наши, я имею, из наших лесов, которые, скажем, великолепно побеждают опухолевые образования, причем вплоть до очень серьезных стадий рака. Я уж не говорю про там папилломы, липомы и прочую ерунду. Ну, вот, и не только это, на многие проблемы, но панацею, дорогие друзья, никогда не ищите. Она, панацея, на самом деле есть, но она заключается не в каком-то уникальном препарате, это всегда ошибка будет с вашей стороны, так думать, а в кардинальном изменении образа жизни, мышления, питания человека. То есть комплекс мер нужно, вот тогда да, тогда, если правильно человек это все поймет, проанализирует и будет руководствоваться к действию, то есть правильно применится, с глубокой верой в это, потому что ты прав, ты должен, чтобы твое сознание с подсознанием не расходилось, вот тогда, да, человек вылечит, пока он жив, он вылечится. В общем, даже хорошее такое выражение, вылетится, то есть я вылечу себя, себя, никакой врач вас не вылечит, вы себя можете вылечить, если кто-то на путь истинный направит. Магнитные терапии для очищения организма от паразитов, и вы имеете в виду биорезонансная методика, вот приборы, которые как бы на частоту настраиваются колебания клеток тех или иных паразитов и дают резонанс, и он погибает. Я отношусь к этому плохо, потому что погибшие паразиты, если их много, тем более, будут моментально гнить вот эти сотни миллионов белковых молекул, которые надо вывести. Иногда у людей не справляется система выведения, и тогда возникает серьезная криза, и прочее, там надо другие меры принимать. Энтеросорбенты определенные, подготовить организм, очистить максимально до этого применения метода, тогда да, со знанием дела. Если мы говорим о, так сказать, когда такие проблемы, как трефинолиоз, и когда это закоксуется кальцием, и уже ничего не сделать, ну, например, финны какие-нибудь там, хинокока, ну, извините меня, да, тогда либо операция предстоит, либо попробовать биорезонансом. Тогда, применяя правильные методы, да, можно сделать. Ну, это у меня как бы есть такой инфопродукт по паразитам, я там вот это все подробно рассказываю. В общем, есть интересная лекция по паразитам, вы обязательно это посмотрите, найдете в блоге, лучше от 13 мая 2014 года, такая полная, на 4 часа идет лекция, и вы, конечно, можете на холоде течь из носа. Ну, у многих, не у тока у вас так, особенно, ну, допустим, в спокойном состоянии, там у вас, вы говорите, только у вас, ну, конечно, не только, а кто-то пробежится или лопатой поработает, у него потечет интенсивнее, а потому только что гаймеровые пазухи, там, на 2 трети забиты гноем, слизью, начинается активный лимфоток, ну, от притока, там, по определенным причинам, ну, например, кто-то физически активно поработает, количество сердцебиения увеличится, значит, и лимфатическая система, ну, наша канализация организма начнет активнее работать, течь, и вот лимфа дает движение, в том числе, этим жидкостям, плюс, к тому перестройка, то есть, опять-таки, это связано с сердечно-сосудистой системой, с ее спазмами, микрососудистыми, и вот происходит переполненный сосуд, переполняется и начинает, так сказать, вытекать, тут просто надо и организм полностью подчистить, и продукты правильные потреблять, нормальные, и сок, например, пророского пшеницы рекомендую, там, фукус, но главное здесь еще, да, ну, есть такие средства, как, например, там, корень солодки, который еще усилит лимфодренаж, хорошо отсморкаться, можно там, есть такое, например, цикламена, корень, но им надо аккуратно, можно так корешок обрезать, как свечку на 6-7 сантиметров, 6 в одну ноздрю, потом в другую запихнуть, ну, так, чтобы она не провалилась, понятно, толстый корешок оставить снаружи, на пол, ну, где-то на час, на два, вот таким образом дышать, я уже на подушке, потом, как начнет течь, не с одного процедуры, так с двух, с трех износа, так вот, как говорится, пойдет, будет выходить, вообще капли закапывает, но это может очень серьезный спазм, аллергические реакции вызвать, и поэтому надо проверять на там сотых долях, сначала начиная вообще лучше закапывать в нос там капля чесночного масла с каплей свекольного сока, ну, там вот пополам это сделали, закапали в одну ноздрю, в другую безопасно, безредно начнет выходить что-то там, не у всех это берет, цикламен прочищает полностью гайморовые пазухи, но видите, это так сказать все-таки не сразу, и реакция может быть, поэтому пробуйте там с пол капли там разведенной в чем-то, да, вот что я сказал, потом больше, больше есть нормально там, методики эти есть, собственно говоря, уже не буду тогда, так я говорю, почему на холоде, то есть холод может, он провоцирует, например, идет там сужение сосудов, спазм идет внутри, то есть внутренний спазм происходит, глубокий, сосуд кровеносный везде идут, в том числе там переполненный сосуд, сдавливаться начинает, вот и течет, нет, но причина, я говорю, это как одна из, естественно, там могут быть другие причины, так сказать, надо смотреть, ну, там же, понимаете, это связано и с другими процессами, не только сам по себе отдельно взятый факт, надо рассматривать, это просто вот одно из предположений, вот первое, что на ум пришло, так, ладно, да, что-то вопросов не очень, после сладкого полоскать рот, ну, конечно, вообще-то зубы бы почистить не мешало бы, не бойтесь, ничего вы с эмалией не сделаете, зато не будет разрушения от кислотности повышенной, тем более после сладкого, а если цитрусовые, так вообще едкие кислоты, вот такие органические, они хоть и щелочи не становятся потом, но в организме, но все-таки сначала-то это кислоты, и разрушение некое тоже происходит, ну и да, надо, конечно, есть возможность, так обязательно, впервые, я неделю была в шоке, очень много главных людей, никому не должны, да, и каждый ответственный за себя, своих близких, ну, конечно, конечно, а где мы, что будем, опять на дядю надеяться, на там умного врача, потом еще на более умного, ну, какой вам пример привести, ну, вот старый пример приведу, мой знакомый, мой друг, детство, у него жена, она, бабушка родом из Беларуси, она рассказывала, вот, знала женщину, бабушку тоже, у нее был рак, то ли желудка, то ли кишечник, в общем, вырезали там, я не знаю, там пять шестых, скажем так, ну, примерно, ошибусь, но так не сильно, и домой умирать, как водится, отправили, ну, и она уже в отчаянии впала, до судьбы как-то ей подвела ведунью какую-то, или несколько таких, и они, есть еще в Беларуси остались, где-то в деревнях глухих, ну, в общем, как-то так вот мистически совпало, и она говорит, значит, этой отчающейся женщине, что если хочешь жить, ты должна теперь послушаться меня и потреблять только три продукта в своей жизни, первое, это вода, вот это родниковая хорошая вода, второе, это морковь, и морковный сок, и третье, свекла, свекольный сок, и больше ничего, вот выращивай сама и ешь, ну, подруги, там, соседки, конечно, сказали, ты идиотка, езжай лучше в Москву, там профессора лучше, может быть, они тебя там вылечат, а тут сто процентов шансов нет, ну, вот все эти бабульки, которые пальцем у виска крутили и отсылали к докторам лучшим, они умерли давно, она жива до сих пор, ну, по крайней мере, за три года назад информации, что еще жила, прошло лет так тридцать, вот, это я к тому, что, да, в определенных случаях, если даже рак, действительно, стоит удалить саму опухоль, но что касается облучения и прочее, слушайте, есть методы, да если их совместить с правильным питанием, то есть изменить главную первопричину рака, убрать ей, убрать эти перво факторы, правильно питаться, поставлять в организм минералы все, включая все щелочные группы, там, магника, лекальца, и так далее, если правильное лечение, там, определенными травами, грибами, препаратами мощными, комбинацией, кстати, скоро у меня будут в блоге открыты, ну, бесплатно, безденежно, все это информация по комбинациям лечения, именно грибными препаратами, другой вопрос, что это очень хорошо, но это тоже не панацея, панацея это комплексная мера, это глобальное изменение питания, образ жизни, вот почему я советую сегодня, и цену сделал в три раза дешевле, взять вот этот набор номер один и два, инфопродукты мои, которые я там в три с половиной раза дешевле готов отдать, только потому, сейчас символически, что просто знаю, что вам это надо знать, каждому любому человеку, это надо иметь, надо это изучить, а потом все будет легко пониматься, и любые методики, и прочее, уж будут тысячи вопросов, тысячи непониманий, как подробную инструкцию, какую не напиши, обязательно найдется непонимание, потому что нет базовых знаний, они нужны, вам не нужно читать сейчас, идти какую-нибудь донцовую, или еще что-то ненужное для вашей жизни, вам сейчас надо прочитать то, что вам необходимо для жизни, я, по-моему, правильные вещи говорю абсолютно, да, ну а потом уже можно и развлекаться, и так далее, надо сначала знать, чтобы не было горячо, больно потом, можно ли помедленнее, понимаете, да, я привык, иначе бы я жизни бы не успел сделать, и то я стараюсь медленно, я вообще-то обычно лекции, посмотрите мои, гораздо быстрее говорю, нет, может вы имеете в виду, что просто через микрофон, ну, так сказать, слова как-то вам идут нечетко, а если просто быстро за мыслью не успеваете, ну, так я, понимаете, ну, как это медленно для меня, и мне трудно себя останавливать, только лишь потому, кстати, в записи будет, это лекция моя, еще завтра, вот, у организаторов, по этой же ссылке, часов, наверное, до 17.00 завтрашнего дня, то есть можно пересмотреть, вот, ну, уж простите за это, просто я мыслю гораздо быстрее, сейчас еще говорю, а еще одновременно думаю о других вещах, потому что, вот, ну, другие возможности мозга, кстати, потому что я никогда в жизни алкоголь не употреблял, а кто употреблял, у него нет таких возможностей, вот, поэтому человек, конечно, получит многое, если он перестанет употреблять эту гадость, но никогда не получит тех возможностей, которые были бы у него, если бы, да, ну, плюс стараюсь успеть, ну, да, это правда тоже, потому что, поймите, 20 видов деятельности, которые я веду, там, ну, вот, я только малую часть перечислил, вот, у меня экопродукты питания, вы представляете, что это такое, начиная там заготовок, там, выращивание семян, вот, наисканады, вчера семена пришли, будем питомник сажать, дабы, благо, сейчас плюс, на улице мы еще грядки специально успели подготовить, и будем прямо на днях высаживать, там, клен сахарный, черный, там, то, сего, там, десятки видов редких растений, которые я, кстати, хочу сделать лес, восстановить на 200-300 гектарах широколистые древние леса, вот, с редкими краснокнижными и прочими видами растений, называется ретродукция и, интродукция, извините, и очень интересная научная под этим работа, и вот это тоже дело интересное, важное, нужное, и параллельно это, вот таких дел параллельно у меня около 100 еще проектов, ну, представьте, как у меня времени, да, почему я вот сегодня нервничал по поводу того, что так мало людей собралось, там, в начале было чуть ли не 100 человек, ну, для меня, как сказать, ну, представьте, как дорог мой, каждая минута, да, моя, поэтому, и даже вы не представляете, сколько, чего я, чем занимаюсь, там, еще, да, помимо, ну, да ладно, это, так сказать, не самореклама, не, я уже давно не испытываю никаких, там, наслаждений от того, что я вот там такой, сякой, или как бы, просто констатация факта, и что человек может реально чего добиться, если он будет целенаправленно устойчив, так сказать, и морально, и прочее, и правильно стараться, по крайней мере, не терять свое время впустую, вот, кто-то, Галина, пишет, что вами, сведения исторические даны, нам известны, ну, я удивлен, что все, ну, ладно, о питании мы тоже давно задумались, но пока нет возможности моментально перебраться в деревню, только не надо в деревню, я же говорю, в городах тоже можно прожить лет под сто, моментально перебраться в деревню, а заходя в магазин, понимая, что купить там нечего, то есть для еды все, продающиеся в супермаркетах, не годится, ну, это правда, почти все не годится, так вот, как нам быть с этим питанием, ну, очень просто, первое, я, кстати, в своих лекциях, вы знаете, ну, сами, что же вы тогда не знаете, такой простой ответ на такой примитивный вопрос, я более сложные, казалось бы, вещи, говорю, но вы это знаете, это вы не знаете, удивляюсь, объясняю, первое, что вы можете сделать, 6 соток, 20 соток и так далее, вы, дети, внуки, там, не важно, родственники, объединившись, посадить, вырастить, собрать мешки, хранить, морковь, капусту, репу, там, и десятки других видов продуктов всю зиму, потом, что вы еще можете, вы можете, если это не в состоянии, не в силах и так далее, найти честных, порядочных фермеров, бабушек, там, экофермеров, ну, если деньги позволяют, эко-магазины, биомагазины, хотите, у меня можете брать, хотите найти, в интернете сейчас найдете много биомагазинов, другой вопрос, правда ли это все био, ну, это уже, так сказать, вообще отдельная тема, и чуть ли не философская, второй момент, вы можете найти все-таки поездив по деревням, вот, если мне надо, я за день найду, вот, все, что надо, мне я за день найду, это просто предел, ну, если буду даже ездить, а по интернету, так и за 10 минут, ну, хорошо, вот, вы можете найти в деревнях, ну, бабушку уже почти не осталось, ну, кого-то найти, кто что-то выращивает, поговорить с человеком, объяснить, там, даже предоплату, может, какую-то оставить, это уже зависит от вашего доверия, и так далее, и заказать определенные продукты, потом забрать, ну, а можно, объединившись с кем-то, там, заказывать просто партиями на несколько человек, там, привозя на знакомых, друзей, и человек, тогда уже вам, ему будет экономически выгодно, будет кто-то выращивать в деревне и привозить, ну, вот, я могу перечислять, чем много-много других вариантов, но, неужели непонятно, все может, кто хочет, тот всегда найдет, так, да, вот, поэтому действительно это вот странно, что вот это как бы вызывает у вас удивление, как же быть, ну, вот, у меня это не вызывает, я понимаю, в деревне, я и не призываю каждого, я просто говорю, что это, естественно, нормально, а у некоторых страхи, кстати, как человек меняет питание, у него страхи проходят, ну, как правило, вот, а наши страхи, это страшная подсознательная штука такая, которая не дает нам жить, и все эти страхи навеяны социумом, этой ложной такой псевдокультурой, которой мы боимся природы, то есть мы боимся сами себя, это страшное дело, мясо не едим, птицу тоже пока рыбу еще иногда едим, ну, уже как бы хорошо, да, как бы с одной стороны, а могли бы вы просто для примера озвучить хотя бы один день своего рациона питания, ну, могу, но тоже не люблю я такие примеры, хотя бы я могу, я сейчас скажу, но почему я не люблю, тоже скажу, потому что мне он там на данном отрезке времени подходит, кому-то совсем не подойдет, у кого-то есть определенные хронические болезни, ему по-другому надо, или там ему надо начать с комплексного очищения, или голодания, а кому-то голодание нельзя, потому что у него могут быть паразиты, особенно в печени, если вдруг, то есть все это я рассказываю на своих лекциях тематических, но вам скажу, например, сегодня что я ел, ну, что ел сегодня, два раза я ел салат, который состоит из авокадо, определенной зелени, там вроде салат, петрушка была, укроп, извиняюсь, масло, там льняное, либо кунжутное, сегодня, может быть, даже, ну, льняное, потом, но бывает, я и другое потребляю иногда масло, там, кедровое, там, допустим, холодный отжим, качественное, конечно, да, это понятно, вот, что еще там, огурцы, томаты, ну, томаты редко, вообще их лучше не мешать, с зеленью и с овощами отдельно есть, если уж едите, ну, орешки были кедровые, там, а вообще, и орехи, именно редко, вот, что еще, мед, дикий, с Абхазией, горный, настоящий качественный мед, с водой, я чай не пью, только иногда, там, знакомые приезжают, сделаю, ну, опять-таки, до 70 градусов, там, правильно, там, и, как бы, вот, редко, ну, травы, там, иван-чай, а вообще я воду пью, там, 90 процентов, вот, жидкость, 99, как бы, 90, это вода, просто подогреваю, да, комнатные, либо чуть выше температуры, и, как бы, вот так, вот, ну, и, что еще, если не ем, даже, вот, так подумать, я обычно какие-то фрукты ем, но сегодня, по-моему, даже и не ел, вот, примерно так, ну, на самом деле, яблоки, какие у меня фрукты, хурмал, вот сейчас идет с Абхазии, у нас друзья поставляют биохурму, изумительную, там, мандарины, там, ну, я их так редко ем, там, а вот хурма, сорт яблочный, там, вкуснейшая, лучшая, просто, это вот ем, когда есть, там, по несколько штук в день, сезонно, ну, что еще вам сказать, вот, примерно так, вообще, я, кстати, лично, я выращивать, ну, что-то выращиваем сами, что-то, вот, еще друзей, партнеров покупаем, но у меня есть задача, вот здесь, в Сковской области, вот у меня, кстати, кто хочет приезжать ко мне, в гостиницу, у меня и котель там построен, ну, первый корпус открылся, первый дом, и я вообще буду проводить, кстати, и у меня в блоге, можете подписываться, смотреть на, ну, как бы на, то, что, какие у меня выступления, я же, вот, например, провожу практические семинары, занятия по органическому земледелью, как восстановить плодородие, почву, минеральный состав почвы вернуть, богатые, да, чтобы пища была здоровая, как построить правильное жилище, экологически чистое, какими способами, там, и так далее, и так далее, вот, вот эти темы тоже читаю в лекции, вот, поэтому это все ведь неотъемлемая часть нашей жизни, нормальной, здоровой жизни, и поэтому, в деревне, на селе, да, можете приезжать, записываться на занятия, они публикуются о датах проведения за месяц, за полтора у меня в блоге. Так, что еще сказать вам? Так, в магазине покупают только лимонный, там, имбирь, остальные сдачи, ну, и аэровидических магазинов, ну, тоже, видите, а каждое дополнительное правильное действие, ну, то есть, как бы, логичное действие, оно приводит к лучшим результатам всегда, вот, просто, кто знает, у кого сколько накоплено разных проблем, ну, чем больше плюсиков к своему здоровью вы добавите, и тем будет вам только в первую очередь лучше, ну, и всем, кто вокруг вас, вот, так что вот таким образом. Так, дорогие друзья, есть ли какие-то еще вопросы, или в принципе они, как бы, в общем-то, так исчерпаны, по большому счету, вот, ну, давайте тогда что, с вами сегодня на этом будем прощаться, я в завершении хочу что сказать, ну, во-первых, поблагодарить вас за терпение, за то, что вы проявили, во-первых, интерес к данной ситуации, сегодняшней встрече к теме, то есть вы такие люди, в общем-то, действительно, кто-то, может быть, и знает многое действительно, то есть уже в теме, в поиске, и по крайней мере, я надеюсь, что не зря сегодня мы провели, и вы все-таки напишите пару слов сейчас в чат, как вы оцениваете все-таки сегодняшнюю нашу с вами встречу, вот, что вы с ней вынесли, не напрасно ли она, ну, а я вам, в свою очередь, тоже благодарен за то, что вы пришли, и от себя и от наших организаторов хочу вас еще раз за это поблагодарить, ну, и сейчас я, наверное, с вами уже тогда буду прощаться, до новых с вами встреч, встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова